Так, ну как меня видно? Нет? Слышно? Сейчас проверим, друзья. В общем, какие-то мне пришли комментарии, и я просто посмотрел какие-то некоторые видео по обуви. Но мы сегодня не только про обувь, мы сегодня про путешествия тоже будем говорить свою ночь. Я решил записать сегодня стрим, возобновить, как говорится, среда по средам, как это все было. Но начнем с того, что проверим связь. Напишите в комментариях, как меня слышно. Сейчас, конечно, проверю. Но не факт, что это так же, как у меня. Потому что микрофон другой. Сейчас мы его настроим, посмотрим, как это все годится. Сейчас проверим. Постучим. Ну, если нормально слышно, а если плохо, можно, конечно, поближе поставить. Ну, я думаю, что нормально будет слышно. Итак, друзья, поводом послужило, ну, во-первых, вы знаете, что у нас отличное сообщество, в том числе. Так, не падайте духом. Еще не время падать духом. Совсем в отдыхе сегодня. Тема, на самом деле, такая. Я вынужден ее возобновить, потому что посмотрел огромное количество, какое продается пали-пали в интернете, эко-компании. Сумка, кстати, тоже эко. И посмотрел каналы, которые делали записи, там, два месяца назад, полгода назад, год назад. Ну, с удивлением обнаружил, что часть моих видео находится в поиске, когда вбиваете эко. Ну, и я, честно говоря, посмотрел комментарии людей, честно говоря, удивился. И особенно меня удивил, знаете, ролик одного автора, который себе, ну, тоже небольшой канал. Понятно, что он занимается, в том числе, обуви, снаряжением, всем остальным. Но он показал очень старые обувь эко, эко, да, который даже, скажем так, кто не знает старые эко, как бы он может засомневаться, что это вообще эко. Так, ну, там все хорошо со старой обувью, так же, кстати, как вот мои, вот эти ботинки, казаки, да, такие кожаные. По поводу износа, кстати, вот, подошва, да, ну, можно обнаружить, конечно, прижимают. Почему я сегодня решил с этой камерой выйти, потому что она хоть как-то, правду какую-то показывает. Ну, вот, честно говоря, мне так задолбали, друзья, что я с ними готов расстаться. У них, кстати, из-за одной, я не покажу, какие виды истерик бывают в эко, покупные или комплектные. Взял я, не взял. А, вот, кстати, вот, кстати, родные стельки от них, вот они. Я даже, в интернете, если сможете найти эту модель, честно говоря, было бы очень интересно, потому что я не смог даже найти модель, как давно это покупалось. Вот состояние стелек. С вентиляцией, со штампами, со всеми. У меня 43,5 размер, это под 43. Они чуть-чуть не поджимают, но, в принципе, я без стель, как носил, нормально. Часть из стелек, часть со стельками. Может, кому-то надо. Напишите в комментах. Казаки кожаные из кожи настоящего яка. Или искусственного яка. Смысл в том, что по поводу этого видео. Человек сказал, что он как бы разочаровался в современных эко, показал детские кроссовки. Разочаровался он из-за чего? Как он сказал, да? Вот, смотрите, белые кроссовки, экзостральт, которые я супруге недавно купил. Ну, вот они не мылись, да? То есть, несколько дней. Вот они вот так выглядят, да? И он сказал, что вот это, вот это, вот это, вот это, вот это, вот это. Оно, типа, не отмывается. Не отмывается. И я написал в комментариях, друзья, обычное хозяйственное мыло белое, но турецкое. Можно наше использовать, но оно с отбеливателем. Хозяйственное мыло, натуральное. Легко отмывает это за три минуты. Ну, понятно, что если руки торчат, как говорил Ираклий, из одного места, или, как мягко выразился, в Гангог. Кстати, кто смотрел мой выпуск про Ван Гога, про мотивацию от автора, я думаю, что поймет, о чем речь. Я понимаю, что большинство людей сейчас на работе посмотрят это видео в записи. Ну, посмотрите, друзья, почему? Потому что здесь мы не только поговорим про обувь, но и вообще про восприятие техники. И я всегда занимался именно изучением восприятия людей. Насколько у людей разное мнение, во-первых. Ну, все разные, вы знаете, да? Все мы разные. Во-вторых, почему же все-таки такой феномен, что одно и то же изделие, да, ну, или один и тот же производитель вызывает столь полярное мнение? Для меня это верный признак, поскольку я системами занимаюсь очень давно. Я знаю, что это верный признак того, что сама компания или предмет обсуждения является действительно чем-то необыкновенным, когда идут полярные. Когда нейтральные, ну, соответственно, или никакие, то можно понимать, что, наверное, тема неинтересная. Но когда идут полярные, явно что-то в этом есть. Пока вы напишите в комментариях что-то, да, я сейчас отправлю приглашение нашей группе Telegram, кто захочет обсудить уже более какие-то подробности, которые мы обсуждаем в этой группе по фотографии в основном. Ну, и про обувь тоже поговорим, потому что оно имеет отношение к фотографии точно, потому что без обуви фотограф не фотограф. И, кстати, если обратили внимание, я вот перешел, перевел практически все свои легкие обуви, в том числе супруги, вот такие резиновые растягивающие шнурки. Очень, кстати, удобная штука, выглядит хорошо. И самое главное, что они растягиваются, то есть нога не сжимается вот этими обычными штатными шнурками. Но не все комплектуются такими штатными шнурками. Например, Терракруиз, о котором мы сейчас подольше еще поговорим, у него идут в комплекте уже такие резиновые шнурки. И, кстати, вот одна из притч, чего языц этого отзыва человека, это полиуретан так называемый, да. Ну, мало кто знает, что такое полиуретан. Я рассказывал в своем канале о кабелях, что этот диэлектрик используется в серебряных кабелях аудионоты, не только его. И его диэлектрическая способность гораздо интереснее и выше, чем ПВХ, так называемый, и все прочее. Ну, конечно, это не азот, это не воздух, но, тем не менее, это один из лучших диэлектриков, причем он статику не накапливает, в отличие от цифлона. Так вот, вот эти Терракруизы я не нашел в прошлом году. Я искал, помните, их в магазинах ЭКО, их не было. Вторая отзыва, их сняли с производства. Сейчас они периодически появляются, но мне пришлось с другого города их заказывать. Я их убиваю постоянно. Видите, они у меня поцарапаны. Это не кожа, это специальный синтетический материал, жесткий такой, можно сказать, баллистический. Ну и здесь такая очень хитрая подошва. Она в основном делалась для того, чтобы можно было использовать их, как у них были босоножки, точнее есть, которые можно для рафтинга использовать. Это такая же серия, как у ФРОД, только специально для рафтинга с сетками. Но вот эти штуки для рафтинга, для САПов тоже можно использовать, кто САПами пользуется. Почему? Потому что у них здесь крупная сетка, очень крупная, она практически прозрачная. И вот здесь тоже сетка, она с таким нормальным плетением, но подкладка там есть. В них абсолютно не жарко. Так вот, человек этот сказал, что полиуретан трескается, если его хранить. И самое главное, друзья, что это мнение высказали не один человек. И в отзывах написали люди, люди написали, что у них после хранения, если они хранят обувь долго, ну там сезон, межсезонье, то у них разрезкивается подошва. Я, честно говоря, не могу понять вообще, что это такое. И мне стал этот феномен интересен, потому что я понимаю, что где-то собака зарыта. И вы напишите в комментариях, друзья, что они делают не так, или что я не делаю не так, что у меня первые, помню, кеды были в 90-х годах в конце, да, это софт-серия, тогда она по-другому называлась, но это сейчас классический софт. Я их сносил до дыр полностью, то есть у меня ничего не зарывалось. Я их таскал, у меня еще, по-моему, копейка была первая в конце 90-х. В том, девятки, потом Вольво. Ну, в результате ничего не разрывалось, но они сточились подошву практически в ноль. То есть там дальше уже шла вот эта часть, где нога. То есть я задумался, сколько же километров, сколько же шагов эта обувь как бы прошла. И вот у меня есть оффроуды, которым больше, ну, 10 лет, грубо говоря, да. Я их покупал одновременно с вот этой сумкой, которая слева. Это тоже эковская сумка. Да, здесь видно, что удары камней, то есть я их таскал там, ну, вдрызг и пополам. Как только началось тепло, я их одевал и шел, и фотографировал, и путешествовал. Ну, простая грубая калькуляция, друзья. Даже если я ходил по 10 тысяч шагов в день, на самом деле были дни, где я по 20 тысяч ходил и по 15. Но давайте, если посчитаем даже грубо, 5 тысяч шагов, 10 лет. Будем считать, что я носил их не 4 месяца, 5 лет, а короткая. Ну, давайте совсем уж упростим, делаем 2 месяца всего. То есть это 60 дней. 60 на 5 тысяч шагов. Почитайте, сколько это. 300 тысяч шагов в один год. Я их носил в течение 10 лет. То есть это 3 миллиона. То есть я понимаю, что они не 3 миллиона прошли. Может быть 5, может быть 6, может быть больше. Но тем не менее, я записывал видео как раз сравнение, рассказывал уже про обувь эко. Именно лично мой опыт. Не тех людей, которые где-то покупали, не эко. Не тех людей, которые купили эко, чтобы обосрать его, сравнить с чем-то. Я пользуюсь эко-обувью. И не только я, моя супруга тоже пользуется не один год. И я сегодня не стал тут все обкладываться, сколько обуви эко у нас в пользовании. У меня только одни выброшенные эко, просто сношенные в ноль. С 90-х годов. Выбросил я их, не знаю, лет, наверное, 10 назад, может больше. Все. Потому что там просто износ вообще полнейший. Все остальное, в том числе по поводу белой подошвы, крайнее то, что у меня приобрел, это вот эта серия легких кроссовок с такой же белой подошвой. Я специально хотел потестить белую подошву. Но здесь комбинация кожи. Причем кожа, понимаете, да, что это? Это замша. Больше всего я боялся, что как у других производителей, сейчас я внизу покажу вам дальше производитель, которого я год всего носил, что вот здесь сразу обобьется. Я уже стукался по камням, мне наступали на ноги в транспорте, я боялся, что здесь будут сразу царапины, как, ну, сейчас покажу вам обувь, известного производителя. Ничего нету, абсолютно. Никаких следов. Протирается это, кто смотрел мой выпуск про кавлический сад, просто губкой. Вот так вот воду я в фонтан опустил, протер и никаких следов не осталось. Все. Сюда точно так же я поставил шнурки, подобрали вот такой вот цвет. Пуленыш, не спи. Хватит спать уже. А то тебе обувь это купим. Вот. Так вот. Сейчас я ношу и практически каждый день не снимаю. То есть, хотя куда-то вглубь полезть я, конечно, одену вот эти, или босоножки, но из-за того, что у нас лето началось в прохладном, я практически в них постоянно хожу. Ходил уже в разных местах, в том числе и не только на дорогах. Так называемый этот шок-абсорбер, да, больше его и знают как СТ, СТ-1, да, можно так его называть. Ну, здесь сетка, понятно, стелька тоже вытаскивается, стелька серого цвета, тканевая. Я купил специально, кстати, по поводу стеля, много тоже Пали продается. Все оригинальные, но с номерами, ну и в принципе вы их определите сразу в руках, если возьмете. Они с памятью так называемой стельки. Ладно, дальше пойдем. Что еще мне не понравилось в этих обзорчиках? Кто кого обувает, я бы так сказал. Это касается второго. Первое, что они говорили, что это не отмыть подошву. Второе, это то, что трескается полиэтан. Я специально не брал сегодня австрийские производители, у которых у меня полиуретан. Ничего он не растрескивается. Растрескивается он может только в одном варианте, если он пересушен, или он хранился в холодных условиях каких-то. То есть в других случаях, я не знаю, вот я общался с людьми, которые мне говорят, вот ты хранишь, сушишь волы это на батарее, я говорю, да, всю жизнь сушил на батарее, потом убираю, и все, когда высыплю. Ничего не оторвалось, ничего не отклеилось, ничего не разорвалось, не знаю. Хотя все обувщики говорят, ты что, сумасшедший, нельзя хранить на батарее обувь, сушить. Можно специальные сушилки покупать, все что-то, газеты вставлять. Я говорю, слушайте, не парьте мозг, да, всю жизнь, вот сколько я живу, сушил всегда обувь на батарее, если обувь там трескается, расползается на батарее, значит обувь говно. Теперь я покажу вам замечательного производителя, который автор вот этого ролика преподнес, как что он с ЭКО перешел на вот это. Напишите в комментах, кстати, узнали, что это такое? Это тоже оттуда же, да, тоже северные, северные страны. Ха-ха, 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 Хэлли Хансон. У меня двое кет, одни лежат в диване сейчас, я их в принципе даже одел два раза, понял, что колодка абсолютно непригодна для носки, поскольку у меня нет плоскостопия, но ходить не долго абсолютно невозможно. В ЭКО я могу ходить целый день, у меня супруга хоть не снимает. Ха-ха. Вот износ за один сезон, я их носил один сезон. Видно нам, да? Ну ладно, там сбились эти все наклейки, на самом деле эта штука наклеена. Черт с ним. Ладно, стелька здесь приклеена, она не вытаскивается никаким образом абсолютно. замша вот эта, которую я мыл, стирал, она вся в царапинах полностью. Абсолютно в царапинах. Да, кропнутая кеда. Мы сегодня и про обувь, и про путешествие, и про куда пойти тоже поговорим. Но добило меня не это, друзья. Чего я не ожидал от ха-ха, ха-ха, давай, перестраивайся, это то, что произошло вот с этой левой, которая менее всего у меня нагруженная. Вот посмотрите, что с ней произошло. Там номера, флаги, все дела. Я покупал в официальном магазине, так что тоже в районе где-то, чуть меньше сотни они стоили в этих вуях. Вуях! Вот здесь у меня что-то, видите, произошло. Вот так видно? Да, я думаю, что видно было. И когда я стал рукой туда засовывать, я, честно говоря, был поражен, друзья. Я не буду сейчас расковыривать, но, в принципе, можно расковырять, показать. В ремонт, скорее всего, придется отдавать, но когда я видел там перегородки поперечные, как в дешевой китайской обуви, я, честно говоря, начал сомневаться, что это настоящий ха-ха. Это на самом деле настоящий ха-ха. Настоящий ха-ха. Но кроме того, что он абсолютно плоская подошва, неудобная, в отличие, кстати, от эковских саптов, которые все равно не смотрят, кто-то кеды, они повторяют форму стопы и за счет вот этой специальной стельки эластичной ваши ноги не устают. Все. Ходить к них невозможно. То есть здесь наступаешь, как на иголку. Ну, знаете, как китайские обуви, дешевые. Такие перегородки сделаны, да, они сломываются, потом все. И, конечно, может их заполнить, там, не знаю, с клеевым пистолетом, еще что-то. Но абсолютно. Поэтому, когда мне человек говорил, что он перешел вот на это, причем у меня ха-ха не первая обувь, вторая лежит в диване, еще у меня были одни какие-то, я не помню, ботинки какие-то. В общем, шлак. Я понимаю, что этим я себе закрываю путь в подвижении, но такой бренд мне не нужен абсолютно. То есть я, вы знаете, на канале говорю, то, что мне нравится, то я и рассказываю. То, что мне подходит по качеству, я выбираю. Вне зависимости от того, каких-то там взглядов, кто-то навязывает, что-то говорит. Меня это вообще не интересует как инженера абсолютно. Меня интересует только мой опыт конкретный, за который я могу ответить. Так же, как вот МХ, с высоким подъемом. Я рассказывал, что есть с низким подъемом, средним и высоким. У меня друзья вот по марафонам занимаются. Мне объяснили, как работают мышцы. Тот же самый флюид форм. Здесь шок-абсорбера нет, так называемого, но здесь подошва из нескольких частей, можно сказать, стоит. Ну, и МХ Мотокросс, да, то есть, понятно. Стоит Гортекс, не самый лучший. Я знаю об этом. В них достаточно хорошо нагреваются и потеют ноги, в отличие от того же самого Адидаса, который я разбирал, там, видео про бобров, да, посмотрите, кому интересно. Но кроссовки тоже, я их носил, старался носить такое среднее, осень, осень, это, осень-весна, но потом решил на асфальте, ничего не снашивается, мне написали, тут люди у меня сносили СМХ и как бы подошва. Я людям объясняю, у меня вес 115 килограмм, друзья, он гуляет, там, 110, там, я бывает, отождусь когда-нибудь, да, был там 95 идеальный мой вес, да, люди пишут, у которых 50-60 килограмм, что у них снашивается подошва. У меня вопрос, друзья, что эти люди делают с обувью, если при таком весе у них за сезон снашивается подошва настоящих эко, вот не ответьте, например, или что у них в головах, где они покупают это эко, и что это вообще? Я в Турции видел тоже коробки с надписями эко, они, правда, по-другому написаны, даже Пульонычу стало плохо от этих слов, Пульоныч в шоке, Турции эко, да, где Турция, а где эко? Ладно, друзья, давайте мы дадим после эко, я вам покажу, что-то тогда. Вот сумка, ей тоже 10 лет. Здесь никакой кожи нет натуральной, это все искусственная кожа, когда мне говорят, что натуральная кожа самая лучшая. Я ее таскал на Сицилии, таскал в разных местах, это брезент, конопля, не конопля, наверное, скорее всего она, куча карманов, нигде ничего, ни молнии, абсолютно ничего, ничего не потрескалось, на сильной жаре 45 и больше. Единственное, что я сделал, вот к этой части я цеплял что-то тяжелое, не помню, и до того, как я поставил такую фитюльку, чтобы износа не было, где-то у меня тут что-то износилось, я помню. Но это кожа, во-первых, нужно понимать, что это такой материал, а вот, вот я с этой стороны просто карабин стал вешать, и у меня карабин просто стер вот это покрытие. Вот и все. Вот, собственно, весь износ, но это износ, я считаю, по глупости, именно по своей собственной глупости. Вот это я понимаю, это по глупости. Точно так же по глупости можно запихнуть в стиральную машинку, поставить в 90-е, постирать кроссовки в 90 градусов. Ну, я, скорее всего, думаю, что примерно то же самое это и было. Давайте почитаем комментарии, комментарии люблю, благодарю вас за комментарии, за поддержку канала, друзья. Сергей Горн написал, это кропнутые кеды. Ну да, ну вот про ха-ха я думаю, что кропнутые кеды, можно сказать точно. Абсолютно. Ираклий. Привет, Ираклий. Помню папины китайские кеды 70-х или 60-х годов, которые я потом носил в школе. Это сталь и броня, современная резина, это навоз и палки. Полностью согласен, я знаю, о каких кедах идет лечь. Я купил такие кеды лет, наверное, 15 лет сколько назад в Турции. Я когда их увидел, что они там есть, я их купил. К сожалению, я их где-то по дурости, просто по своей идиотизму, своему, я просто их оставил. Они вообще не сношиваются. То есть я их в воду ходил. Они тоже выглядят такие коричневые кеды, их в кино можно увидеть. Неубиваемая подошва абсолютно. Но по какой-то идиотической абсолютно дурости я их оставил в отеле. Ну, не буду таскать, они тяжелые. Куплю себе легкие. Вот у меня там лежат легких несколько. Сейчас я на самом деле жалею. Но, друзья, можно найти в Турции, друзья, этих кеды. Я их почему-то еврейскими называю. Не знаю, не в обиду кому, но очень-очень часто в мое детство я знал людей, которые этой национальности, и они ходили в таких кедах. Я потом, блин, мне такие неинтересные кеды, но потом со временем я понял, что это действительно неубиваемая вещь, абсолютно танковая, как сказал Ираклик. Здесь на самом деле, у меня есть пример, кстати, такой обуви, я показывал в одном из обзоров, чешские сапоги зимние, которым в 95-м, по-моему, я их купил. Это неубиваемая вещь. Ни кожа, ни подошва. То есть я потом стал смотреть в интернете, что же это за компания. Компания тоже там чуть ли не 200 лет, выпускают обувь. И технология, так понимаю, что тоже не клейки, а именно вплавление. Не знаю, как они это делали, ну, считайте 20, сколько, 23, плюс 5, 28, 30 лет почти. Я их очень редко одеваю, они очень теплые, они полностью на овчине. У них сносилась полностью стелька из овчины, все остальное внутри и снаружи, все идеально абсолютно. Они тяжелые, но очень теплые. Когда было очень холодно, морозы, я ходил в сугробы, даже, кстати, в видео есть в них запись, в районе 40 градусов, это вот обувь, которая меня выручала и действительно там в них тепло. Ну, это как унты, да, но только кожаные, кожаные тяжелые, но суперски. У меня были записи зимой, в лакте мы ходили, там, 30 с чем-то было, я снимал, там, на ралли-корд, помните, через рукавицы у меня от железа, ну, он железный полностью, замерзали сразу, я через перчатки снимал, показывал. Эко надо покупать в магазинах специалиста. Нет, не обязательно, друзья, сейчас с развитием интернета, хотел сказать, искусственного интеллекта, купить можно и в онлайн-магазинах, но, друзья, ну, во-первых, первое правило, когда вы покупаете любую вещь, будь то автомобиль, будь то, не знаю, велосипед, будь то очки, ну, любые предметы. Вы знаете, что есть страна, где достаточно быстро освоили все технологии человечества, и сейчас выпускают некоторые вещи даже значительно лучше. Это страна Китай, но из-за того, что у них огромное развитие промышленности, они выпускают очень качественные вещи, среднего качества и низшего качества. Раньше, в основном, все хайли говорят, что там все одно говно, китайское говно. На самом деле, это не так, потому что есть вещи совершенно невероятного качества, и сейчас они добрались уже до автомобилей, вы знаете, что есть автомобили, которые превосходят по качеству. Есть, например, те же самые штативы, то, что я показывал, компания Сируи. Это запредельное качество для, даже для американских производителей, которые ставят иногда свои клеемы на то, что делается там. Потому что они прекрасно поняли технологию, они научились это делать, ну и, собственно говоря, у них это получается и замечательно. То же самое касается обуви. Я, к сожалению, не был в Китае, но я уверен, что это произойдет рано или поздно. И уверен, что там тоже есть качественная обувь. Не сомневаюсь абсолютно, потому что страна, которая изобрела порох, изобрела много чего хорошего, имеет тысячелечную культуру. Разумеется, какие-то вещи, связанные с одеждой, она умеет делать. Ну и не говоря уже про китайский хлопок, китайские рубашки, это отдельная тема. То есть, ну, кто в теме знает, наверное, кто путешествует, сколько стоит хорошая китайская рубашка в любой стране. И вообще, китайский хлопок, насколько качественный. Ну, он там растет. Так что, износ каблуков зависит от стиля постановки ноги. На асфальт можно ставить ровно, можно с прокручиванием, плюс изгиб, и при приседании подошвы рвется не раз по центру. У меня, вы видели по моим видео, у меня неровные ноги, абсолютно, да, и у меня весь все подошвы изнашиваются именно вот таким вот образом. Я ноги ставлю вот таким образом. Ну, как кавалерийская походка. Это с детства исправить уже никак невозможно, но, тем не менее, я к этому привык. Это имеет иногда преимущество при съемках, иногда имеет недостатки. не фотокинично, да, но, тем не менее, это так. Я прекрасно понимаю. Поэтому для меня критерии качества подошвы как раз я очень много вижу в городе, в Питере, людей, молодых девушек, молодых людей, у которых ровные абсолютно ноги, но у них неравномерный износ подошвы. К сожалению, у нас небогатое население, можно так сказать, люди, поэтому они не могут, не все могут себе позволить купить какую-то хорошую рубль. И зачастую вот эти подделки, которые продаются на известные бренды, я их вижу постоянно, они как раз отличаются тем, что качество подошвы оно очень низкое. То есть эта подошва изнашивается быстро. Она, мало того, что она изнашивается, она изнашивается неравномерно. И болезни ног, болезни ног в основном, как раз связаны с тем, что плохая обувь. И нечестно говоря, иногда жалко очень людей, которые, и я, в принципе, тоже когда-то что-то покупал. У меня же, помните, был эксперимент, сколько там, два года назад, когда я помните, за тысячу рублей купил кроссовки. Ну, короче, два месяца я у них походил, понял, что у них ходить просто нельзя, я просто выставил вниз. Это невозможно ходить такого. Потом, когда я увидел, что в таких кроссовках пришел ко мне пурьер, что-то принес, у меня там, знаете, мне просто я хотел за голову спать, потому что я не понимаю, я понимаю, что у человека будет с венами, с ногами, как бы через некоторое время, пока он молодого не чувствует, но через год он поймет. Это даже хуже, чем ходить просто в кирзовых сапогах там два года, потому что там хотя бы ты можешь что-то контролировать, здесь не контролируешь в этой обуви ничего, потому что износ идет неравномерно, то с одной стороны, то с другой. Это просто жесть. Многие не отводятся тепло, не отводится влага, соответственно, это просто трэш какой-то. Но вернемся к сегодняшнему посту, да, в нашем сообществе. Меракли, кстати, тоже написал уже комментарии, я благодарен, кстати, всем, кто пишет. Я задал вопрос, где интересно вам продолжат циклы футорэп, которые мы делаем, вы знаете, футорэп, ну, это ходьба, говорящая голова Фавионыча, каких-то интересных местах, мы не только снимаем, мы просто общаемся с людьми, делаем какие-то, может быть, вопросы задаем, находим какие-то интересные места. И из моих любимых вы знаете, да, это Кронштадт, Петродворец, Алмоносов, ну, оконечность Финского залива любая, часть Ладоги, Всевышний район, но Петродворец, тоже, Иеракхин писал, никто не хочет Петродворец, но потому что всем, во-первых, по горло, во-вторых, Петродворец воспринимает только сам дворец, не сам город вокруг, а там есть много интересных всяких мест, таких, необычных, в том числе, исторических, куда многие известные блогер приезжают, не в сам Петродворец, а вот эти места посмотреть, окружающие. Но, с другой стороны, не только Петродворец, честно говоря, ну, что там, ходить, смотреть, снимать фонтаны, я записывал там влоги первые еще в 90-х годах, у меня есть на видеокамеры записи, и на телефоны там, когда было, как сейчас, а вот что касается Пушкина-Царского села, там, конечно, совершенно невообразимый масштаб самого и города, и того, что в нем есть, в самом городе, и те сады, которые там есть, и парки, которые есть маленькие, есть огромные, плюс у меня там друзья живут, которые тоже могут мне что-то новое показать, необычное, поэтому мой выбор как бы вот, и Кронштадт, конечно, это один из любимых городов вообще, то, что я посещал, я могу сказать, что он обладает совершенно невероятной магией, поэтому, кто хочет поддержать, кто хочет ускорить процесс создания вот такого фото-рэпа, я обратился к вам, потому что других доходов у меня нету, поэтому сейчас никаких доходов нет, скажем, пыль, заплачь сейчас, да, заплачу, ну, если у вас возможно, вы можете поддержать, есть ссылка на Donation Alerts, вы можете отправить что-то написать, я буду не против, я думаю, что и от канала будет тоже польза, ну, и разумеется, если у вас нет такой возможности, вы можете хотя бы лайк поставить, выпрашивать, я последнее время не выпрашиваю, но тут что-то у меня свое настроение такое было, а почему бы не спросить, хотя, ну, мы с вами тысячу набрали, уже хорошо, уже к двум тысячам идем, мелкими шагами, но вперед, я думаю, все будет хорошо, да, я выпускаю, стал реже длинное видео, вы знаете, это отступление краткое сегодняшней темы, кто кому скучно, можете пропустить, я вырезать ничего не буду, оставлю, но, шоц, я почаще делаю каждый день, а длинное видео я стал реже делал, потому что, во-первых, хочется какой-то линии определенной, плюс у меня есть задумка все снять, связанное с культурой, я имею ввиду не просто с какой-то залозочной культурой, а с реальными людьми, которые занимаются культурой, разбираются в живописи, у меня есть такие люди, знакомые, друзья, если вам интересно, почему я и начал этот цикл с Ван Гога, потому что, ну, наверное, все, во-первых, его знают, во-вторых, его очень неординарная судьба, которая была у него, 37 лет человек ушел из жизни, тоже не по своей воле, ну, и, собственно говоря, как написал один в комментариях мне подписчик, что он всего 14 картин продал, тоже сейчас споры, кстати, идут по поводу биографии, интересно, что действительно он сам покончил с собой, ну, в смысле, ранил себя, или его пострелили ребята там, которые надоели, что он там ползал, как в овеночном по лесам, снимал в нехороших местах, ну, суть не в этом, но суть в том, что в Эрмитаже, я говорю, что висит 9 картин его, да, которые собрали Морозова еще с какого-то человека, но я могу, конечно, все это нарыть в интернете, что-то почитал, но одно дело, как бы, знаете, да, как фотографии по интернету изучить там, даже за полгода, а другое дело, когда человек всю жизнь занимается этим искусством, да, он знает все и знает многие вещи, которые, может быть, даже не озвучены, я думаю, что если вам будет интересно, может, такой продукт, ну, будет он, рано или поздно, так что вот, кто соберется в Питер, в Эрмитаже, вы найдете 9 картин, меня больше всего привлек куст, куст, поскольку это не только с фотографией связано, но и сам по себе вот этот стиль его написания работы, да, вообще постинкессионизма, когда фокусировка идет не в плоскости картины, а она идет между зрителем и картиной, это на самом деле мало где озвучено, но так и есть, ну, в общем, давайте к теме мы вернемся вновь, или пишите в комментариях, что вам интересно, раньше широко делались дотачивание каблуков, сейчас это нереально цвет пустые каблуки, да, была такая тема дотачивание, во-первых, накат, но я делал, кстати, хорошие дорогие обуви, не жалко делать дополнительный накат, я делал, у меня до сих пор несколько туфелей кожаных, накат обязательно делается, плюс сейчас технологиями новых клеев, новых материалов, я вот смотрю ролики иногда, там даже целый канал, который восстанавливают старую, редко дорогую обувь, вообще баст, еще там, там из таких галор делают опять нормальную обувь, плюс есть, кстати, в Китае очень интересный ролик, там канал нашел, человек восстанавливает тоже обувь, там показывает, что было, а потом способы полировки, краски, там, смотришь, там, даже не верится, что это обувь была в таком состоянии, но это любая техника, сейчас есть много умельцев, много специалистов, и, собственно говоря, это продвинулось благодаря, конечно, материалу, в первую очередь, кто кого обувает, друзья, китайцы обувают всех, или мы сами себя обуваем, сами себе мешаем жить весело, давайте наклонючим немножко мою, чего-то она не хочет, все, они же, вот так, животное показать, Питер, наверное, везде интересен, для тех, кто там никогда не был, ну, могу сказать, сказать, со стороны, когда я жил в области, я достаточно долго жил в области, переехал в город, только в 88-м году, я периодически ездил в Питер, как житель области, и меня интересовали, в первую очередь, конечно, не центр города, даже тогда я понимал, что центр города, конечно, это здорово, но я увидел какие-то районы, та же самая Петроградка, тот же самый район, который я снимал недавно с поезда, это район, площадь Мужества, Пискаревка, где вот эти очень монументальные здания, Московский проспект, то есть, Васильевский остров тогда, сейчас он вообще не интересен, сейчас это, конечно, просто монстр, с одной стороны, современного жилья, насыпь это, намыв, но сейчас он вновь опять будет интересен, потому что три огромных вот этих ветряка, которые уже стоят, Павел Марк, кстати, что-то пропал, ходил туда, я говорю, генераторы поставили, уже, какие генераторы, в общем, люди даже не знают, что там происходит, на Матильевском, от меня тут недалеко, парк 300-летия, как раз мы ходили, снимали, когда вот эти штыри уже выстроили, я потом смотрел в интернете, данных практически нет ничего, что там строят, ну, может быть и есть, я не читал, по размерам я примерно определил, начал смотреть в справочниках, то, что я видел в Финляндии, в Греции, вот эти ветряки, там, 100-метровой высоты, и когда я понял, что это не 100-метровая, и это больше 200 метров, я начал искать, есть ли такие ветряки, оказывается, есть одна компания, которая делает вот эти самые большие в мире, нашел их характеристики, но даже то, что я видел выстроено, оно все равно меньшего размера, то есть я понимаю, что здесь будут построены одни из самых больших в мире ветряков, и последние данные, которые я нашел, это одна лопасть 200 тонн весом, то есть у меня в голове это так, складывается тяжело, это три цссерной железнодорожного состава, вот такой вес, эта штука, три штуки будут вращаться на оси, то есть, когда мне Павел сказал, что там фонарики какие-то строят, я, честно говоря, засомневался, зачем фонарик на уровне 200 метров ставить, чтобы самолет у него врезался, или еще что-нибудь, или параплан какой-нибудь, дирижопель, так что вот, ну, это говорит о чем, о том, что фотография дисциплинирует, развивает образное мышление, наблюдательность, в первую очередь, то, что говорили художники, я всегда повторяю, что научиться фотографии, это не учиться, как там, недавно, один блогер, вчера, по-моему, у него шорт вышел, крутилки найти, три крутилки, изо, кнопка, выдержка, диафрагма, ты фотограф, все, берешь и губик, и снимаешь, ну да, если бы было так просто, тогда можно было, Файонычу, сейчас отправиться в Леонардо, магазины у нас такие есть, Леонардо, там купить себе три тюбика краски, кадмиевую, какую-то там лимонную, подавить, поэтому по Ван Гогу, любимые цвета, там глубоко синий, желтый, серый, землистый, ну я вам, кстати, записывал видео про палитры, посмотрите, пересмотрите его, будет интересно, когда я начал разбирать свою палитру, и уже ассоциативно складывать стал все цвета, которые мне нравятся, ну оказалось, что это действительно уже прошито уже в глубине, подкорки, это цвета палитры 19 века, в принципе, когда я творил тот же самый Ван Гог, ну вот так вот, эмпирическим путем я выяснил, что те цвета, которые преобладают, и нравились мне всегда, используют в своих работах, и себе эти цветные фотографии, ну и даже те же самые варианты, когда я тонировал пленку, да, бумагу имею в виду, в красной тона сепи, в коричневой тона сепи, это как раз и стой палитры, все классическая палитра, не то, что у фавистов, да, у фавистов, которые тоже, кстати, вышли из того, что сделал постсимпансионизм, там, кстати, есть второе еще название у этого жанра, но я хочу, чтобы подробно об этом рассказал специалист, что касается обуви, друзья, напишите в комментариях, что вы считаете лучшим для лета, вне зависимости от того, в каких его регионах, понятно, что живете, потому что лето везде разное, где-то летом вунтах ходят, я знаю, такое лето есть, где-то ходят вообще босиком, я завидую людям, которые ходят босиком летом, в Индии, например, да, многие ходят босиком, да и вообще, я стараюсь тоже, если есть возможность, где-то босиком пройтись, у нас, к сожалению, не получается, потому что сразу себе получишь какой-нибудь кусок стекла в ногу, это уже не раз получалось, даже в такой тонкой обуви пробивалась нога, поэтому, ну, кто-то напишет, давайте кевларовые стельки встали, везде века, можно, конечно, кевларовых стелек, повтыкать, чтобы безопасить себя от гвоздей, но у меня был опыт, когда я на гвоздь тоже наступил, доска была зарыта, не очень приятно, честно говоря, ну, кстати, вот эта обувь, уф-роуд, у меня не был, я наступал много раз на какие-то очень, очень жесткие штуки, один раз у меня даже железка куда-то воткнулась, но никаких следов, в принципе, не осталось от нее, от этой железки, я имею в виду, на обуви, во всяком случае, поэтому вот, это вот такой, вкратце, сегодня такой эссе по поводу эко, да, обещал про стельки рассказать, попробовал я на тесте взять дополнительный купил стельки, в отличие от оригинальных кожаных, на которых я вам показывал, да, ну, с этим тоже, с материалом, который в памяти, я купил еще, хотел выбрать тканевое, но тканевое у меня, в принципе, есть, наверное, скорее всего тканевое еще попробуем потестить, я купил вот такие черные кожаные, лаковые, глянцевые, и вот такие, это супруги, и вот такие коричневые, с боковым вот этим уступом, кстати, кто специалист, напишите, зачем вот эта штука сбоку сделана вот такая, специально, для какой обуви, я не нашел на самом деле ответа, конкретно каким, какой обувью сделан вот такой специальный загиб и вентиляция, ну, вот они оказались матовые, кожа очень приятная такая, и никаких артефактов пройдя с ногами у них нет, вот с этим вопрос, вопрос очень интересный, друзья, может вы на него ответите, видите, вот эта, вот эта часть блестящая, а вот эта часть я сегодня сточил шкуркой, как вы думаете, напишите в комментариях, зачем я сточил вот эту часть, где пальцы шкуркой, вот здесь она глянцевая, а здесь матовая, у ЭКО были стельки, которые вот здесь глянцевые, а здесь матовые, они даже были, делали стельки, которые вот в слепонах у меня у супруги, они часть ткани вот здесь, а часть кожи, напишите в комментариях, что вы думаете, зачем я сточил вот здесь, это не просто так я сделал, потому что уже опыт получен был, и вот я хочу проверить мою теорию, жду от вас в комментариях, напишите, или скажите, вот такой есть, у них есть еще тканевых несколько версий, есть еще какие-то специализированные стельки, ну вот я нашел, в интернете опять-таки, люди официально продают, есть еще стельки, как же они называются-то, забыл, все, вылетел из головы, ну ладно, простельки хватит. Да, по поводу Питера, везде интересен, так вот, сейчас, когда живешь уже в городе, то мне, конечно, интересны места, которые, ну, у туристов не на слуху, во-первых, во-вторых, поскольку туризм динамично развивается, и появляется спрос на какие-то виды туризма, не связанные с просто историей, а связанные с какими-то историями, то есть, есть, например, туристические уже маршруты по каким-то фильмам известным, даже современным фильмам, есть туристические маршруты по, ну, гастрономические, гастратуру, вы знаете, да, есть разные кухни мира, в Питере, поскольку европейский город, абсолютно точно, здесь присутствуют все культуры, и восточные культуры, и даже мексиканские, кубинские, и вот на Рубинштейне, где мы были, это улица ресторанов, огромное количество и кубинских, и мексиканских ресторанов, раньше мне очень нравился ресторан на фонтанке, мексиканский, это был совершенно невероятный повар, потом они закрылись на ремонт, что-то у них там началось, потом они опять открывались, когда мы уже второй раз пришли, после открытия там другой повод, все это заглохло, короче, закрылся, кукарача закрылась, и то, что сейчас открылось вместо кукарачи, это, конечно, просто швах, мы ходили, вот здесь вот в нашем районе открылась она, были, переплевались там, короче, ну, в общем, все, есть, были, конечно, есть еще рестораны мексиканские, но, может, вы знаете, какие-то хорошие, что касается кубинской кухни, я не был на Кубе, поэтому мне не с чем сравнить, что касается турецкий, турецкий ресторан, тоже есть, китайских очень много, были великолепные рестораны китайские, до сих пор, в принципе, есть достаточно приличные на, на где, где, сейчас скажу, недалеко от Садовой, на Гороховой, Танжинпал, Танжинпал, у нас сейчас, кстати, сносит здесь постройку, там был тоже приличный китайский ресторан, они открылись, проработали год, и сейчас всю эту, всю эту постройку 90-е просто разрушили, я тут записал видео, даже короткий шорт у меня был, там, по-моему, стиль или что-то стильно, там проезд такой, надпись, это стильно, и вот это разрушенное здание, такой, арт, арт, урбан, но другие кухни, многие, кстати, некоторые считают, что турецкие кухни как таковы нет, это не так абсолютно, да, также как монгольская кухня, все украинская кухня, немецкая кухня, греческая кухня, она есть, другое дело, что в каждой кухне свои особенности, и начинаю уже готовить, да, какой-то опыт имея, пытаясь воссоздать те блюда, которые мне больше всего понравились в этих регионах, я понял, что самих продуктов, соответственно, недостаточно, энергетически при перевозе на самолете теряется часть вот этих продуктов, плюс, конечно, самое главное, это баланс, или, можно сказать, равновесие между частями самих продуктов, в какой дозировке они, и способы их обработки, если мы это обработанным продуктом, поэтому, ну, для гастролизации, для гастро-гурманов, Питер, много чего найдете, да, не только Палкин, не только, там, Фридрих, на кресле, на Каменноостровском, поэтому, ну, на самом деле, очень много интересных мест, и за городом, я раньше и любил ездить в армянский ресторан, который находится, за, в районе Зеленогорска, туда ездил, потому что там готовили совершенно невероятно, не грузинский, грубо, армянский, армянская кухня, там армянский шашлук был, совершенно невероятно качественно, но потом как-то я ездил, несколько раз уже, да, и там все стало по-другому абсолютно, поэтому здесь это все динамично меняется, что-то появляется очень вкусное, что-то потом, когда открылось, запустили, и все потекло, потекло вниз, как-то густо свекольной краской питерского производства, кстати, при попытке выдавить из тюбика, забрызгал белые обои, свежеклеенные, ну, обои стали под покраску, можно так сказать, выход белилами закрасил, уже забыл название, пигмента, 20 лет, да, мы с отцом, кстати, клейли на белилово-цинковую пленку, ой, плитку, когда еще за граммом жили, я помню, что когда он отдирал, руку порезал, сильно очень, вены, по-моему, и, короче, не отодрать было, то есть, новый, езжал, когда человек сказал, надо плитку снять, и мы уже пожалели, что они на цемент посадили, потому что, на самом деле, эти белилы-цинковые, на них клейли, короче, вырубали, когда эти стамесками, вот эти все куски, эти белилы, они остались, их начали вырубать, там, часть стены уже кирпичной вырубалась, то есть, это настолько крепкая штука, но это так же, как вот один строитель, мне когда-то посоветовал, я говорю, что-то мне надо было заделать, замазать, ничего-то не держится, он говорит, добавь ПВА, я говорю, ПВА, который я спичные домики делал, в детстве, клейл, да, ПВА, и добавишься, мне многое только потом, это, отметьте себе в голове, где ты ПВА добавлял, потому что там действительно превращается в какую-то совершенно невероятную крепость, крепкая очень штука, это не то, что мне там один турок говорил, в этом, по Муккале много лет назад, лет 20, песок, границы, песок, гранита, как он говорил, я говорю, чем смазаны вот эти стыки, такие, бонусообразные камни, арки, в последний раз в статусе ездил, арки уже не было, ее разобрали, песок, гранита, он говорит, песок, гранита, как бы этот песок, гранита, ну да, измельчается гранит, гранит, это мощный материал, он зараза частей, да, такой, и вот, превращается в такую нечь, но, скорее всего, не добавляли, конечно, что-то, в некоторых частях, греться очень часто, я видел, что добавляли, там же укладка с этим, с тростником, да, то есть, тростник, но это отдельная тема, вот, чем скрепляли, органическими веществами, для того, чтобы это все, но это стоит в огромные сооружения, там, те же самые, амфитеатры вимские, вот эти, смотришь, как они собраны, там, мало то, что подгонка, но плюс все равно, там, в некоторых местах видно, что чем-то там, приклеивалось все это, но у нас это кронштаб, конечно, да, полигональная кладка, гигантских размеров, сейчас, конечно, реставрация фартов, не знаю, что там от этого останется, подозреваю, что очень много чего не будет, и кто смотрел мои первые выпуски ролики, начала канала, когда я на загородном показывал эти дворы, с кирпичами цветными, с такими, такими разных цветов, с очень хитрой, такой интересной, необычной кладкой, я тут, помните, весной, по-моему, поехал, там что-то, думал, покажу вам сейчас, покажу, зашел, там все желтой краской закрашено, вообще, ничего не осталось от этого, то есть оно просто замазано, все желтый, заходишь, все красиво, одинаково, желтого цвета, да, сразу вспоминаю, что, кстати, многие картины, которые ван Гог, оказалось, он писал картины поверх другой картины, кстати, это делают, то же самое здесь, можешь Питер, да, один вид, а вот, если там соскоблить, или там, грубо говоря, там срезать временную часть, да, время, то получится, что город другой, и кто вот смотрел мой шот и видео про Питер, фоторе, первые ролики, да, где с музыкой у меня, там я иду по такой улочке, нет, фотография это есть, где, но машина там практически не едет, я сам там один раз на 10 лет проезжал, но там вот идешь, от Дворцовой буквально там метров 200, все сверкает, все все отмыто, все хорошо, повернул налево, блин, я вообще, вот полное впечатление, что я очувствился в 19-м или 17-м веке, какие старинные деревянные рамы, все грязные, пыльные, ничего не отмыто, с правой стороны все занавешено реставрацией, а с левой стороны этот старый дом, я посмотрел, е-мое, на фотографии даже это видно, то есть как будто время переключилось, пропустил там колясо, всяких машин, и вот сделал там кадр, там в проеме видно, это Павловскую крепость с необычного ракурса, с этого двора, таких мест, кстати, я и такие места ищу, где необычные ракурсы, кто смотрит, и Петросяна, и кто был в этом недавно в Фотофесте, тоже, я не пошел, но видели его фотографии, тоже он ищет такие места, и на самом деле, такие места есть в любом городе, абсолютно, поэтому, когда я говорю про фотографии, фотографии, конечно, это не научиться крутить крутилки, да, это даже не здесь надо крутить, это надо, ну, некоторые оперируют такими терминами, как насмотренность, да, насмотренность, или там, ходить в галереи, там, чтобы стать фотографом, это очень полезно для ищущего ума, чтобы, но не просто смотреть картины, как там, в школе нас загоняли в музей, да, смотрите картины, да, а когда тебе самому это хочется, точно так же я всегда говорю, что, если вы не хотите фотографировать, не надо себя заставлять, можете положить камеру с собой таскать, это хорошая привычка, я бывает, что таскаю камеру, там, или телефон, не достаю, просто целый день хожу, там, и все подготовлено, но я не достаю даже, ваше задача, ну, или моя задача, это получить такое вдохновение, да, как он приходит всегда свыше, чтобы вам захотелось достать камеру, или чтобы вы почувствовали этот, вот этот момент, в котором я рассказываю своими на втором канале, когда это происходит, вот это внезапно, синхронистичность, она может быть сдвинута во времени, может выявить в пространстве, но тем не менее это происходит, и вы начинаете уже понимать, что сейчас что-то произойдет, и когда вы это в себе уже воспитаете, когда вы поймете, как это тренировать, как это с помощью практик делать, с моей практикой, то вы безошибочно будете делать то, что потом скажете, ну, как же так, я знал, что это будет, именно в этот момент я достал камеру, снял, потому что потом уже ничего нет, ну, и с другой стороны, когда вы немножко затормаживаетесь, то вы понимаете, что момент упущен, сколько таких моментов упущенных, я думаю, что у каждого их множество, и это не только касается фотографий, а вообще по жизни, упущенный момент, но нельзя ни в коем случае впадать в какую-то депрессию, или тем более расстраиваться, это просто ваш опыт, он перейдет, не совершенно новое, когда вы уже с этим опытом, отпечатается это у вас в вашем сознании, даже не сознание, а в подсознании, и подсознательно вы уже получите этот голос, который внутри, который вы будете слышать уже, что вы да, действительно надо сейчас, и вы поверите ему, не вот этой крутилке-молотилке, а чему-то большему, что составляет суть ваша, все, пошел, разнос, очки еще одни, да, одену очки, ломный, ломный как водка, по поводу вуток, кстати, у нас в Телеграме есть несколько фотографов, которые снимают птиц, Фурионыч не против, нет, в Питере есть тоже места, где перелетные птицы проходят, это вот рядом со мной, крупнейший заказник, где перелетные птицы садятся, также они садятся в других частях города, и некоторые виды птиц, вот когда они там пролетают или садятся на несколько дней, можно увидеть, которые, ну, у нас не живут, они живут там где-то, или очень на севере, или очень на юге, да, иногда я тоже встречаю таких, ого, ничего себе, откуда они здесь, потом понимаю, что это сезон как раз перелет, к чему я это говорю, потому что птиц снимать еще то занятие, совершенно сложное, и для этого нужна, конечно, уборка, это специально, обязательно, потому что резиновые сапоги, как говорил один фотограф известный, самое главное снаряжение фотографа, это не камера, это зонт, плащ и резиновые сапоги, но он в принципе в чем-то прав, но это имеет отношение к стрит-фотографу, который должен залезть в такие места, куда, ну, вы не залезете, и к пейзажному фотографу, который ищет, так же как грибник, я грибник тоже, да, да, я бы, самые вкусные, самые классные грибы, там, где люди не ходят, они все обходят эти места, туда залезешь, как я в детстве, помню, залез, и там сразу десяток этих грибов, или там просто залез, в это место зашел, и там с этой площади 10 на 10 метров, две корзины грибов, или мешок целый картофельный, как мы в Новгородской с другим, мешок картофельный набили груздями на одном острове, и потом уже так устали, что поняли, что это уже, это уже не грибное, это сразу вспомнилось рассказы, когда, помните, на телегах ездили с косами за грибами, мы поехали за грибами, собирать, это не искать грибы, как сейчас делают, а собирать грибы, то есть это сбор урожая, и тогда, конечно, это уже, ну, это также фотография, да, то есть если ты пришел, и тебе нужно отснять там, как я помню, в интерканте я снял там, сколько там, тысячу кадров, да, из них я выбрал там 4, да, но я просто пробовал, тестил фавион в режиме скоростной режим, да, там есть несколько кадров в секунду, с более низким разрешением, у меня до сих пор это не удалены, эти старые кадры, но, в принципе, самые интересные кадры, как оказалось, они сделаны были по наитию победителей, которые выиграли, или очень известных мировых звезд конкуров, то есть потом, когда я изучаю, кого же я снимал, я не подготовился, я не зла, кто там будет, потом, когда я стал смотреть, я даже писал одной известной чемпионки, это можно разместить, ну ладно, отправил их, без проблем, так что вот, фавион тоже до этого годится, ну там специально обувь, конечно, понятно, что для, вот этот, так называемый, челси, обувь, которая, как объяснить, ну резинка вставлена в середине, знаете, челси, я так понимаю, что это вот как раз сделано для вот тех, кто занимается анкуру, или другими видами спорта с животными, это звучит прикольно, да, другие виды спорта с животными, интересно, спорт убегания от медведя или лося, вот от лося я убегал, от кабана тоже, от медведя пока не убегал, но еще все впереди, да, скажи, Фунил, тебе надо в Архангельск, да, туда, не в Астрахани, в Архангельск, или в Сибирь, куда-нибудь, так вот, друзья, что же по поводу, честно говоря, обуви, какие итоги можем подвести, очевидно, что полярные вот эти мнения по эко, если говорить про эко, связаны с тем, что что-то в этом не то, что скорее всего тут влияет много факторов, первое, это то, что много подделок, огромное количество, есть качественные подделки, которые можно отличить, только когда вы повернете подошву, и совет от Фурионовича, как определить настоящее эко, если вы никогда эко не видели, настоящее, если вы не были в магазине, никогда не держали, или у вас вообще нет возможности, о, фото профиль, Соник, ты появился, сто лет, блин, привет, привет, сто лет, ну что, я тут тебя уже упоминал, где генераторы, где съемки генераторов, где последние съемки в этом, в парке, не вижу, пустой фликер, никого нет, никто ничего не снимает, только птичек, так вот, первое правило при выборе определения настоящих эко, возьмите, если вы дистанционно покупаете, запросите подошву, фотографию, я вас уверяю, зайдя на официальный сайт эко-россия или эко-ком, или эко-дания, без разницы, как только один раз вы увидите вот эту подошву, например, это серия экзострайк, я вас уверяю, ни один производитель подделок такой сделать не может, их нету, друзья, их не существует, которые смогли вот такой интегрировать и смогли сделать вот такой рисунок, это не просто так, подделать можно вот такую подошву, это старая подошва, там, который, не знаю, 20 лет, вот такое даже они не могут подделать, даже в Турции, которые делали подделки на вот эту серию, не смогли сделать, интегрировать вот такую штуку, это чрезвычайно сложное оборудование, которого они не имеют, не имеют, мы сегодня, тема у нас сегодня, кто кого имеет, это обувает, да, то же самое, дальше, если брать вот эту серию, которую очень, тоже много подделок, то здесь очень простой вариант, друзья, если вы фотографы или просто вы имеете глаза, то вы увидите, что, вот, видите, вот эти ламели, да, из материала, как они сшиты, то есть идет ламель, одна вот здесь прошита, потом на нее нашивается вот эта верхняя, видите, когда, то есть часть вот идет сюда, это дополнительно ламель прошита по-другому, сами вот эти люверсы, ну, не люверсы, а, да, можно сказать, они превратились в люверсы, вот эта стропа, она прошита внутри, если вы посмотрите на подделку, то увидите, там рисунок совершенно другой, это 100% подделка, если рисунок другой, то же самое вот эта часть, нету подделок, то есть вот, как только, большинство, кто продает паль, так называемый, они или не показывают подошву, или показывают ее вот как-то так, то есть вот, биомы, на которых 99%, ну, практически все подделки это на биомы, то есть, там вообще, я иногда смотрю, мне хочется ржать, потому что написано биом, на коробке биом, вот такими буквами биом, ну, это только в последних моделях, вы знаете, биома, надпись биома, или сзади, а там просто такие, знаете, как надутые такие, у меня внизу сегодня выбросил кто-то такую пирамидку из колец пластиковых для детей, вот такой высоты, вот такая вот, набита такая штука, кроссовок сварен из каких-то пластиковых штук, написано биом, человек выставил там 7000 рублей, мне интересно даже, но самое удивительное, друзья, люди покупают, когда ценник официально, там, каких-то моделей 15-20 тысяч, и когда стоит ценник, раньше там, паль продавали, там по 3, по 5, 7-10 тысяч, я смотрю, я не верю, что люди покупают, написано, товар, товар зарезервирован, ну, что тут можно сказать, а потом появляются вот такие отзывы вот этих блогеров, да, блогеров, которые говорят, что у них треснуло на подошву, что у них там за сезон сносилось, что у них там неудобно, то есть, и при этом, сколько людей не публикует, то, что они купили, ну, кто хочет сознать, что он дебил, это кафрион, что он что-то неправильно сделал, у него сломалось, там, покажут вам, да, я осознаю, да, я дурак, я неправильно сделал, вот, я не испортил, но идею, как бы, часть чего-то, да, мне не стыдно, там, если что-то неправильно я сделал, ну, это опыт, который свой, наращиваешь, накапливаешь, и, соответственно, ну, кто, недоменеджер, эти наживаются, и зарабатывают деньги, продавая, под, под, это что-то свое, как-то вот так, фото профиль, ты, наверное, пропустил все, ну, мы тут сегодня про обувь прошлись, и про настоящее, и про обувь для фотографов, напиши, что ты думаешь, какие самые, самые удобные обувь для лета, именно, для людей, которые путешествуют, я в путешествиях в теплые страны, честно говоря, всегда стоял перед выбором, одевать кроссовки или брать с собой, потому что я брал там одну, две, три пары обуви, с опытом я, как правило, отправлялся вот в таких, прямо в самолете, ну, разумеется, и носят без носков, или без носок, надевают без носок, но, к сожалению, вот я часто встречаю в поездках люди в носках носят такое, знаешь, что такое босоножки, по-русски говорить умеешь, ты умеешь говорить по-русски, да, босоножки, это значит босые ноги, придуманы они, я не знаю где, сколько тысяч, десятков лет назад, есть фотографии, я видел в музеях, там, знаете, с таких, просто кожа так натягивается, летается, это тоже босоножки было, босоножки, какие стельки, какие носки, там, с начесом не надо, но, блин, с носка, когда я вижу босоножки, я-то, в принципе, молчу, супруга просто, она начинает изливать, изливать, изливать вокруг, и обсуждать, и уже, в принципе, не стыдно даже обсуждать, потому что, на самом деле, это зашквар, друзья, зашквар, конечно, ходить с голым торсом по городу, по Питеру, да, ну, это культура, культура, да, с другой стороны, у меня есть даже целая серия стрита, где я фотографировал таких людей, мне абсолютно не стыдно, потому что, они стали частью арта, на фоне, там, специальных, таких, госучреждений, человек, там, с сумками, с такими баулами, голый торс, в центре города, на Дворцовой, ну, это стрит, он может все, с другой стороны, ну, не знаю, мне как-то не очень по себе, я хотя отучал себя, например, в кафе, не сразу, да, если начать мою поездку в Турцию, там, 2004-2005 год, я тоже в некоторых пляжных и кафе, я с голым торсом, потом я понял, что это неприлично, принимать еду с голым торсом, но до сих пор некоторые ходят, олейников, лайк, привет, привет, как жизнь, как канал, а если ножки мерзнут, если мерзнут ножки, первый вариант, купить хороший крем, натереть ножки, скипидаром, например, еще чем-нибудь, можно каенским перцем натереть, мерзнут не будут, во-вторых, выбирать обувь по сезону, поэтому я говорю, что я иногда брал с собой несколько пар, потом я уже понял, что если я еду, точно буду жара, и туда-сюда возить обувь лишний, это лишний вес, лишний багаж, лишний объем, поэтому один вариант, это часто покупаешь какие-то недорогие и выбрасываешь их просто, второй вариант сейчас, это не экологично делать, поэтому выбирать, брать с собой, наверное, или кроссовки, универсальный обувь, но опять-таки кроссовки тоже разные, такие возьмешь с собой куда-нибудь, да, по горам может лазить хорошо, в них кальфово, ноги упреют так, что ты, из-за того, что у тебя спотели ноги, ты меньше пройдешь, чем если вот такие, поэтому, когда мне часто говорили, как ты в них ходишь, в эти босоножки, повредишь на камнях, на острых, друзья, если бы увидели, куда я лез, на какие скалы, я там на них лазил, у меня потом люди там, кто съемки с дрона смотрел, мои там, или как я туда забирался, то есть они говорили, ты сумасшедший человек, это не сумасшествие, потому что я общался со студенцем, спортсменами, которые занимаются, и они объяснили, что если у вас нет опыта никакого, вы боитесь, не можете правильно контролировать свои ноги, ставить правильно, покупайте горные специальные, вот эти, салево, там их там куча фирм, которые там стоят, там и 30, и 40 тысяч рублей, и ходите в них, как в этих защищенных, полностью как в броне в танке, сколько вы их не пройдете, вопрос, опытный человек, который занимался, я занимался ориентированным много лет, я ходил по лесам, по горам, ползал по камням, когда ты научишься ставить, то они носят очень эластичную, мягкую обувь, повредить они могут, если упадут, или там выломают, но из-за того, что они контролируют каждое свое движение постоянно, это уже опытные проводники, они в этой обуви пройдут в несколько раз дольше, больше, чем вы в этих суперсовременных терракруизм, я думаю, что шутка юмора и издевка назвать вот это терракруизм как раз было тем, тем людей, которые понимали, что вот это, это не только беговая обувь, это восстановлено для таких экстремальных походов, я не ходил и в воду залазил, специально смотрел, что отслоится, разорвется, есть босоножки, специальные серии уэка, которые сделаны для рафтинга, эти же штуки можно для сапа использовать, ну я, например, если сап получится у меня в этом году записать, то я в этих пойду, потому что вот в этих на байдарке я ходил, меня в глине, они увидали, ну в принципе ничего не порвалось, там чуть-чуть я подшивал, ну в принципе можно и в тольки, другое дело, что вопрос, что тонет, что не тонет, и здесь уже вопрос другой, есть тонущие ласты, есть не тонущие, есть тонущие эко, есть не тонущие, ну напишите, комментарии, или зашлете что-нибудь, устроим тест на плавучесть, у нас тест на плавучесть был адидаса, ну вот, у меня были случаи, когда ухтонуло, а потом нырять это не приходилось, я прошел маршрут тридцатка в кедах за 200 рублей и за шана на босю ногу, ну это супер, я больше скажу, у меня супруга поднималась, кто знает, на Крите Балос, высота там спуска где-то метров 500, по длине спуска километра 2 или 3, камни там, там нет никаких дорожек мощеных, там камни, в сланцах, люди все были подготовлены ногами, которые отправились они заранее, некоторые были специализированы даже в кроссовках для гор в сланцах, так что вот, и это как раз вопрос контроля, куда ты ставишь ногу, если ты рассеянный человек не можешь контролировать, если ты неравновесие не держишь, даже просто стоишь, когда, да, да, пора, я, кстати, вспомнил, напишите, кстати, кто смотрел мои ролики, что там сегодня у меня здесь, вы знаете, что сюда я наливал обычно что-то такое, что вам известно, а сегодня здесь новое, новый цвет сегодня фотографий, так вот, если люди употребляют что-то такое с содержанием, спиртосодержащее, то они могут не контролировать, но есть люди, которые без употребления вот таких специальных напитков, у меня сегодня здесь безрукогольные, они тоже не могут держать равновесие, и таким людям без разницы, что ты на них наденешь эти, как они, Павел, подскажи, когда мы там проволокуши снимали, эти, снегоступы такие, знаете, широкие, я один раз их попробовал одеть, я в них не ходить не могу, мне проще короткие лыжи одеть, чем в этих снегоступах, как в них люди ходят по этим сугробам, ну, это надо привыкнуть, так что, вот, это вопрос на самом деле подготовки самого человека, если, к сожалению, забыл, как оленников лайф, забыл, у нас по именам иногда, ну, суть не в этом, если человек постоянно ходит, постоянно тренируется, или просто даже имеет какой-то опыт минимальный, то он сам потом выберет, нафига мне эти сапоги, я тоже ходил в сапогах раньше, потом забил болт и пошел в кроссовках и помните, я провалился в этих кроссовках, у меня все высохло, я чувствовал себя налегке и дошел, если бы я провалился в сапогах, все бы это было мокрое, пусть там хоть какие мембраны современные, они весят, сколько эти сапоги, в любом случае, они не весят, как эти 400-граммовые там кроссовки, да, вот в чем вопрос, поэтому, когда стоит вопрос именно функциональности и мобильности, о которой я записывал ни один ролик, именно мобильность подразумевает, подразумевает, что вы должны перемещаться не просто сами, но и с техникой, и еще иметь запас энергии, чтобы что-то творить, чтобы что-то делать, а не просто ходить, тащит человека там сзади, еле идет, но он уже не соображает ничего, сделать он не может, он просто как это, как детей тащит, когда по музеям, да, извиняюсь, ему уже ничего не нужно этому ребенку, он его там тащит, он ему только бы сесть или лечь, меня, Саша, Александр, привет, отлично, меня Олег, кто не знает, так вот, Саша правильно сказал, абсолютно, то есть, тридцатка, это в принципе такой, нормальный, ну, у меня с детства не задалось безбегом, я, три километра мне очень тяжело давали, с пять километров я один раз участвовал, это я думал, что я помру просто, но это с особенностью организма было связано, хотя я тогда весил, 60 меньше килограмм был, поэтому, но с другой стороны, и выносливость как раз определяется на какое количество времени ты можешь идти постоянно, да, я уж не говорю, там, взбираться куда-то по горам, по уклонам, почему в этих дорожках делают тренировку с уклоном, да, одно дело, ты идешь по городу, по Питеру, он гладкий, да, как доска, ну, есть у нас, кстати, тоже бугорки, и в Сосново есть, и вот даже недалеко от меня, здесь поклонная гора, здесь тоже подъемы, есть места, где меняется, этот наш рельеф, но не настолько сильно, как в других городах, которые находятся, например, там Таармина, да, который там на Сицилии, город весь, весь на склоне, просто-то поднимаешься, и там чуть ли не до уровня, везу, понятно, что, везу, я говорю, этны, этны, там подъем на машине, я так смотрю, так разворачивался, сколько я там серпантинов нарезал, но метров 200 я точно поднялся по высоте, а пешком это подниматься, или там в Алайне, то же самое на крепость, одно дело, ты на машинке есть, да, другой дело, там с людьми, а есть еще в дождь, вот как я снимал, помните этот выпуск, экстремальная съемка, молнии, специально поехал, редкое явление, летом дождь с грозой, сильный шторм, я поехал туда на гору, чтобы весь измокнуть и снять эти молнии, ну, навстречу шли люди с детьми, с колясками, там, они уже там язык на щеку, все, они там идут уже, все, и смотришь на их ноги, там, хорошо, у них какие-то удобные работы, а если они просто вышли в шланц, в шланцах прогуляться, да, обратно поняли, что они глупо сделали, некоторые просто брали туфли в руки, ну, видите, часто девушек, они снимают туфли и идут босиком, потому что, ну, нереально, как бы идти по таким поверхностям, по таким подъемам еще на каблуках, когда молодой еще можно, да, я тоже на каблуках ходил, невысоких, правда, но потом со временем появляется чувство, что, да, наплевать абсолютно, главное, чтобы тебе удобно, ты мог двигаться, ходить, ну, есть, конечно, люди, которые считают, что вот надо как-то еще и выглядеть, само собой, ну, уж точно не в носках, в босоножках, то есть, ну, у кого-то чешется от этого, а у кого-то чешется, кто достает, там, вот такие объективы, да, и снимает их, чтобы сделать на магнитике фотографии, у меня от этого чешется, да, зачем платить 35 тысяч долларов, да, за объектив, чтобы снимать для магнитиков, которые люди бесплатно не хотят брать, поэтому, можем плавно перейти к другим тематикам, да, да, кстати, по поводу оленников, Саша, я не помню, по-моему, ты же, по-моему, делал видео много с ремонтом связано, да, насколько я помню, я тут затеял себе тоже ванный ремонт, много лет не делал, и вчера, я живу в Ростове-на-Дону, и он весь на холмах, как Рим, да, по Риму я ходил, были дни, когда по 20 тысяч шагов я наделал, на велосипеде езжу и тащу, да, это абсолютно точно, я могу рассказать свой случай, я на Косе, на Косе, я на Косе, я на Косе, я на Косе, это остров такой греческий, я решил поехать на Кос, это был как раз моя первая поездка до Крита еще, и, по-моему, до Занта, да, по-моему, до Занта, да, перед Занта, назад и три раза ездил, я поехал на Косе, и выбрал дистанционно отель, забронировал немецкий отель, я люблю какие-то дебли залезать, я выбрал там, где нет отелей, в таком месте, он как раз получилось, это, по-моему, южная часть Коса, но я не посмотрел, течение, мы туда приехали в июне, там такой дубак вода, там вода 19 градусов, хотя это был июль месяц, течение, но машину я не хотел брать, ну, потому что особо мне не хотелось никуда ездить, я хотел ходить с фотоаппаратом снимать, снимал я тогда, еще не было у меня, это был, да, это не было еще у меня Сигма, я снимал тогда на Сонику, по-моему, да, Сонику 18-17, а, еще иконика у меня была, в общем, по-моему, поника, а может даже поника только, но суть не в этом, я решил, думаю, возьму велосипед, никогда не брал за границу велосипеды, на долгий срок, думаю, возьму, ну, на сколько, на двое суток, на неделю, нет, надо на сутки взять, меня уговорили, что на сутки, я взял большой прочный велосипед для моего веса, на самом деле, там дорога не сильно пересекает по высоте, да, но метров сто там точно есть, в общем, как вы думаете, насколько меня хватило, два нормальных серпантина, я уже сдох, просто сдох, я просто шел, и рядом велосипед тащил с собой, в результате я съездил вниз в город, внизу, где море, а потом, когда стал подниматься там, где мне надо было, и дойти до бухты, бухта там есть такая с лечебными грязями, ну, вулканическая, я понял, что это надо спускать, если я туда спущусь, в эту бухту, еще вниз, там, метров сто пятьдесят, то обратно я уже не приду с велосипеда, я, скорее всего, приплыву до отеля, вот, как у меня был случай, когда я там в одно место дошел, а потом, что-то обратно вернуться, проще плавить, вплавь, быстрее, потому что, нет, велосипед это требует, конечно, подготовки всех мышц, поэтому, если ты не постоянно не занимаешься, так же, как бегом, так же, как просто сидишься, не ходишь никуда, а потом сорвался и пошел, это будет жесть настоящая, вот у меня тогда жесть была, и самое интересное, я этот велосипед, по-моему, на два дня сдал бы, а, да, на два дня, и, короче, второй день я никуда на нем уже не поехал, я просто с утра, или как днем, поехал его сдавать в город, сдавал его в городе, потому что в отеле не было велосипеда, и так далее еще, я туда приехал, такие, а что там, покатался, я говорю, да, один день покатался, второй, ну, они там, что-то мне вычислили, благо это копейки все стоит, но, просто я к чему говорю, что велосипед, пересеченная местность, по телевизору хорошо смотреть, как на горных велосипедах, люди там покоряют спуски, Мадейры, еще что-нибудь, или у нас там в России, вот эти горные, у нас в Юках замечательная трасса есть для велосипедов, в Токсово, супер трасса, я их всех знаю, как бы, и сам ездил тогда на велосипеде, школьникам по этим трассам гонял, сейчас уже возраст не тот, ну, тут был у меня, вот тут недавно, на электром этом самокате, с сидением, мне понравилось, это, конечно, накапливает килограммы, это не ведет к здоровью никакому, абсолютно, потому что я противник таких систем, но прокатиться иногда весело, так хорошо, когда, гибридная система, мне вот эти очень понравились, друзья, такие как велосипеды, они сделаны с педалями, еще аккумуляторы есть, то есть и когда устал, совсем уже в Дарбадан, ну, включил кнопочку и поехал, я считаю, что это действительно транспорт будущего, он уже существует, люди уже пользуются, суперская штука, когда можно крутить, ну, как машина вырабатывает энергию, да, когда едет на бензине, а потом, или наоборот, когда при торможении вырабатывает, ну, в общем, вы знаете все, о чем рассказывать, да, мой контент очень погрязотворительной тематикой, сил на творчество почти не осталось, есть видеофотографии, и другого, и творчестве, так, на канале, но здесь, что я могу посоветовать, вот, со своего опыта, я никогда не буду брать чужой, я в своем, у меня был канал, я начинал по теме фотографий, потому что нужно было, я понимал, что нужно что-то делать, я понимал, что это направление будет развиваться, оно превалирует, оно вытеснило, оно уже вытеснило телевизор, вытеснило радио, вытеснило книги, оно практически вытеснило даже справочная литература, потому что по моей тематике многие вещи, ну, не найти их просто так в интернете даже, а на YouTube вбиваешь, оно там есть, и сразу ответ это быстро, это очень удобно, поэтому это опса, оно всегда по поводу совета, я начинал как раз по теме фотографий, потому что нужно было выбрать, или high-end выбрать, high-five, аудио, или путешествия, каналов уже миллиард было, или фотография, тоже много каналов, но очень узкая тема, но со временем я всегда говорил, что горизонты нужно расширять, не надо уходить в одну тематику, я вот сейчас скажу мысль, может быть, кому-то не понравится, кто-то скажет, что нет, мне написали в комментариях, когда я открывал канал через год, что у тебя такое золотая ниша, Favion, там все, друзья, сколько пользователей Favion даже среди 1, десятых процентов фотографических каналов, еще, наверное, 1, десятая процента, то же самое high-end, то же самое узкие ниши, узкие ниши, они не дадут вам, не то, что денег заработать, они вас выжгут, как выжгут, поэтому, расширяйте тематику, расширяйте тематику, делайте, то, что начал человек канал и делает его, и не бросает, это очень хорошо, потому что канал, кроме того, что какой-то подкорм к своему эго, что там, вот у меня подписчиков, нет, он дает вам развиваться в новой, неизвестной направлении, в этом направлении не обязательно вы найдете что-то, какой-то бриллиант, или там отройте, как вы эти ролики пишите, что вы там, один рыл-рыл-рыл, клад рядом, а другой там бросил, может случиться такая ситуация, когда вы найдете что-то новое, но благодаря именно этому опыту найдете свою именно нишу абсолютно уникальную, и сообщество YouTube как раз тем кайфово, что вот, примеров миллиард каналов, которые начинали с одного, а потом углубились в другое, даже меняли свой язык, есть блогеры, которые разговаривали на чистейшем языке, высокообразованные люди, но потом скатились до уровня просто плинтусного мата, потому что они увидели, что там это ниша, и они изменили полностью себя, так же и я, я когда начинал, у меня тоже было масса комплексов, масса всяких, когда со стороны ты смотришь с камерой, там еще, это все со временем уходит очень быстро достаточно, но вы начинаете видеть свою аудиторию, вы смотрите то, что вам интересно, аудитория эта передается, для стрима тема может быть не очень, но я вам расскажу, что это так на самом деле есть, потому что одно дело вы себя смотрите в первый раз записи, у меня благо я записью занимался, видео очень давно, поэтому этот барьер как бы когда уже был пройден, сейчас просто на YouTube более высокое качество, и все равно какой-то осадок есть, но есть механизмы как это все преодолеть, на самом деле вот всем, кого я встречаю, очень много людей талантливых в разных сферах, недавно, когда я записывал стрит в Питере, вот этот выпуск, я пошел там, познакомился не с одним человеком и тоже разговаривал, я хочу, хочу канал, я бьюти-блогер, все там, все, девушка, ну вот как, что начать, как бы все там говорят уже поздно, уже рано, когда я соберусь, и вот это все, сталкиваться с этим, это кто начинает, они говорят, ну вот когда, я завтра, с понедельника, в следующем году, а блогеры говорят, да уже поздно, в 12-м, да в 12-м уже поздно было YouTube, да в 16-м тоже самое, в 20-м, да вообще там ничего же нет, ты там будешь на Плинтусе, ничего не получишь, никому не верьте, это все вранье, я вам скажу, десятки тысяч ниш абсолютно зеро, там ничего нет вообще информации по YouTube, некоторые позиции, вот например, даже по моему опыту, по фликеру, вообще ничего не было русскоязычного, ни одного видео по фликеру, как он работает, вообще ни одного, я понял, что надо записать, там что-то начал делать, да, какую-то там крышку заднюю от Sony, там до сих пор я смогу как-то починить крышку от Sony, да, я стал искать, как сам починить, но нету ничего нормального видела, одного только немца какого-то нашел, подобия жалко, и один человек там со скрепками мудрил, я думаю, ну надо записать, если ничего нет, значит это будет, вот это вторая подсказка, это что касается одной темы, вторая тема, как расширить горизонты, да, строительство, человек профессионал, знает все про стройку, но он выгорел, да, то есть как и я тоже, я занимаюсь хай-фаем, стерео, все, музыка всю жизнь со мной идет, но когда ты уже профессионально этим занимаешься, тебе уже, это уже как рутина, грубо говоря, ты можешь сотворить чудо, да, но энергии уже такой нет, то есть для того, чтобы появилась эта энергия, которую ты получаешь, внешняя, да, не внутренняя энергия, она идет в внешнюю энергию, потому что все состоит из энергии, чтобы ее использовать, эту внутреннюю, внешнюю энергию, которая гигантское количество, нужно, чтобы твой настрой был соответственно, у тебя должна быть, как говорят, мотивация, мотивация может быть или финансовая для кого-то, но для кого-то недостаточно финансовой мотивации, люди идут в экстремальные виды спорта из-за того, что у них есть куча денег, но у них нет мотивации дальше жить, они не знают, чем заняться, грубо говоря, таких людей знакомых множество, другие, наоборот, занимаются каким-то ремеслом, да, но у них не хватает какой-то очень специфичной, виртуозной, миниатюрной работы, они там, не знаю, хоть бы там вяжут, там, не знаю, клеят, кораблики, еще что-то сделать, я этот клап тоже прошел, поэтому, чтобы найти, познать свое, не то, что предназначение, а то, что хочет душа, нужно попробовать разное, и большинство людей боится что-то сделать, как мне скажут, я блогер-фотограф, а я сейчас буду рассказывать про кроссовки фирмы я, зачем мне это делать, да, потому что мне захотелось это сделать, понимаете, потому что я понимаю, что это интересно, и среди того мусора, который я в интернете нашел, есть, конечно, классные блогеры, которые все разложили, все грамотно, а есть просто вот, это же профессионал, видно сразу же, да, человеку, который разбирается в вопросе, ну, строить стройки, вот я там содрал сейчас все с ванной, эту всю водоэмульсионку, я вот сейчас думаю, мне покрасить ее, застелить пластиковым говном каким-то, застелить металлом, или действительно сделать как-то грамотно, как грамотно, это надо, я понимаю, что надо грунтовать, грунтовать до или после, шпаклевать до или после, какими красками, я зашел в этот строительный магазин, я говорю, а чем красить ванную там, он говорит, а я не разбираюсь, я продаю просто эти краски, а я не разбираюсь, что красят, кем, вот мы до чего дошли, Навыки и знания Это разные вещи Ты можешь посадить человека, как обезьяну Который будет продавать краски Но он не будет знать, чем и куда И как это красить Поэтому Флёныч варит морс Кто не угадал Я же писал, что морс Варит морс, да А многие не знают, как его даже делать Потому что они никогда не видели ягод Они думают, что батоны на деревьях Какой у меня ассессия Поэтому Углубляться в одну тематику Другое дело, что Вы должны понимать, что алгоритмы Продвижения и рекомендации Самые серьезные в этой системе Она сразу видит Она начинает уже видеть объекты Я об этом рассказывал много лет Но вот сейчас каждый может Через 15 секунд определить Вы что-то говорите И сейчас реклама полезет именно того Это уже работает 100%, уже до секунды дошло Не на минуты и часов Во-вторых, она определяет объекты Я могу что-то в кадре поставить И она потом уже сама определит, о чем ролик Она сама делает Сейчас в англоязычном ютубе Если вы смотрите какие-то ролики То даже если не сделаны субтитры Эта система начала работать Буквально в этом месяце, в прошлом Вы выбираете другой субтитры И дальше сделать автоматически И он переведет на ваш язык На любой В русскоязычном пока не работает Поэтому приходится делать пока вручную Но это скоро в русскоязычном будет Что будет через буквально несколько месяцев Когда эта система везде будет работать Искусственный интеллект Она уже работает Произойдет то, что в принципе сотрутся границы языковые Поэтому когда вы делаете канал И чувствуете, что вам это надоело Попробуйте сделать что-то На грани чего-то нового То есть все открытия Я уже об этом повторяю Все выдающиеся открытия Всегда сделались на стыке разных дисциплин Все прорывные технологии Всегда делаются на стыке дисциплин Это может быть удобство пользования И там, не знаю, гребля Графен, палки с карбоном Это может быть телефон, сенсорная система, айфон Такой простой пример, глупый, который все приводят Но есть сейчас, в данный момент Некоторые пустоты между определенными знаниями Вот пример, Саша, строительство Первое, что приходит на голову Давайте попробуем разобраться Инструменты, да? Ну, кто? Строительство, понятно, что инструменты Могут тестировать инструменты Вопрос, какие инструменты? Может быть, инструменты для ремонта Ну, как механические, да? Пошел вчера этот Шелск, когда записывал Купил себе шпатель, да? Содрать все это Это одно Стамеска, там, не знаю, что ли Кисть, ванночка для Валика Другое дело, там, специальные инструменты Для, например, измерения Вроде как бы строительство Лазерное Лазерное Система, да? Ну, а Это в каналах таких есть Которые покажут вам Рулетки лазерные А вот скажите мне Кто-нибудь показал Из строителей Например, систему Акустического замера Точной прорисовки 3D-помещения Вы знаете, что такое есть? Оно есть уже не один год Но это было 10 лет назад Одна единственная контора Потом она стала ездить по всему миру Снимать слепки всех Разрушающихся зданий Чтобы потом Эти здания Можно было восстанавливать Точные лазерные Акустические Замеры Не просто пространственные Но еще и акустические Они учитывают свойства материала Поглощения Распределения волн И И прочее, прочее Это вообще Пустая ниша Она и сейчас пустая Я просто как пример привожу Или, например, дальше Мы можем рассуждать Одежда, снаряжение Для строителя Делают там халаты У нас в Питере Есть тоже люди Которые выпускают Компании Которые выпускают Специальное оборудование Специальное обувь Одно дело Обувь Для чего строительство? Например, для строительства Какого-нибудь там Бани деревянной Там бочки сейчас Ездят по городу Или переносная бани То есть Нужно просто посмотреть Но самое Радикальное Я считаю Это Сделать Так называемый Коллаборейшн Сделать Совместные С кем-то Кто находится Вообще В другой нише Пример Какое-нибудь интервью Я строитель Ну, я строитель Да, строитель А я пойду Сейчас С каким-нибудь Искусствоведом Архитектором Проговорю Про строительство Как дело Строительство Например Ну, там же Где я был В Турции Или там В Греции У меня был шок Когда я увидел Как это сделано И здесь уже Можно Нельзя сказать Что это просто Про строительство Там пересекается История Там пересекается Путешествие Там пересекается Что еще Материаловедение Искусство То есть Это про строительство Все Роль Но смотреть его будут Не те, кто хочет Как Фурионыч Покрасить себе ванную А будет смотреть Совершенно другие Я это понял Когда начал делать Шорцы Но не те Которые удалил 50 штук В октябре месяце Когда в ноябре Поменялись алгоритмы Из декабря Вы помните Да У нас было 400 подписчиков Всего Ну и просмотры Там были В среднем Ну вот я вам Озвучу Чтобы вам было интересно У меня в час Было просмотров Там могло 5 Быть просмотров Могло быть 20 50 просмотров В час Это супер Вообще Мега-мега супер Сейчас у меня В час Примерно Скажу От 300 До 3000 Иногда бывает 5000 Что я сделал Я декабрь Долбил шорцы По По разным тематикам В том числе И фотографии Но не только фотографии Январь 1 января Мне пришлось 200 человек За один ролик Потом они конечно Убежали все Потому что это Детский канал Получился Я галочку не там Поставил Но в принципе Там нормально Но самое главное Что я пересек 500 500 Аранжировка Другая канала Совершенно другая Абсолютно Появилось сообщество Все Ну а дальше То же самое Я все делал Видео длинные Я делал В результате Сейчас у нас Больше 1000 В мае месяце Мы пересекли 4000 Я пересек Эту границу Но монетка Не включена В России В принципе Мне это особо Не дает ничего Я понимаю Что даже 100 тысяч Подпичек Здесь дело не в этом Дело в том Что если вы хотите Что-то нести новое Если вы хотите Что-то рассказать То, что вас беспокоит Интересует людей То люди будут Это смотреть Поэтому Будут они Реагировать положительно Отрицательно Понятно, что все люди Разные Поэтому будут Категорически Отрицательные Отзывы Будут категорически Положительные Будут нейтральные Будут люди Которые отпишутся То есть Но вы не должны Воспринимать Что это Какой-то Недостаток Или Ваша недоработка Это просто игра Как вся жизнь Просто играем Не все актеры И женщины И дети Как говорил Шекспир И взрослые Все актеры Поэтому Если вам интересно В эту игру играть Тогда все будет здорово Вы будете Просто на волне игры Если же вы Чувствуете Что вы уже выгорели То есть вы Игру не хотите играть Все ваше существо Говорит о том Что надоело Мне это записывать Так что мешает Сделайте с кем-то Вместе что-то Пойдите Там Как я собачек Поснимал Мне просто В кайф было Я посмотрел Сколько людей Посмотрел Этот ролик Собачку Потом начал Еще какие-то Собачки Тоже Ну ладно У меня В результате У меня С восьми процентов Женского Просмотра Теперь Тридцать Тридцать процентов Зрители Женщины Дальше По статистике Возрастной Категории Тринадцать Семнадцать Их не было Вообще Теперь они есть Ну один Два Три Процента Категории Самых Пожилых Ее вообще Не было Они сейчас Ровные Все выровнялись То есть у меня Практически сейчас По каналу Ровная Линейка Всех Возрастных Категории Ну не категория Людей Поэтому Если Статистикой Не пользуетесь Ну конечно Канал делать Не нужно Но нужно Обязательно Изучать Это Плюс У Канадена У того же Самого Стаса Быкова У него Все Из своего Опыта И они Все Говорят Именно То же Но Даже Я Сколько лет Их смотрю Одно Дело Смотреть Другое Дело Дело С практики А практика Это не просто Следовать чужим советам Это эксперименты И вот Я всем Рекомендую Фотографам Строителям Не знаю Библиотекарям Летчикам Космонавтам Экспериментируйте Человек Живет Только Вот этим Наука Новое открытие Только Эксперименты Наука Это Эксперимент Подтвержденный По тому же Теории Наука Это Эксперимент Это Не Какое-то Выведено Эксперимент Может быть В уме Поставлен Как гением Тесла Он все Свои открытия Делал В уме Доводил До совершенства После этого Разбирал Все недостатки После этого Начинал Что-то Сделать Поэтому Некоторые писали В комментариях Что он ничего Не изобрел Что это все Байки Что он все Украл Ребята Почитайте Биограду Хотя бы Если На это Не хватает Или Хотя бы Попользуйтесь Устройством Разберите Как они работают Попробуйте Здесь что-то Что-то Подобное Своё Начните Как вы Вездефот Сделайте Или еще Что-нибудь Придумайте Что потом Другие производители Массово Начнут Сделать И все У вас Получится Так что Не перегорайте Если устали Единственное На что Человек Может Постоянно Смотреть Бесплатно Это Вы знаете Огонь Вода И то Как доработают Другие люди Так что Вот вам Подсказки Сегодня И наверняка Ответы Придут Черт Представит Саша Комментарий Я изначально Придел Для себя Путь Ютубе Это Поискование За эпизодом Моей жизни Пропустил Да Мой контент Очень погряз Строительной Тематики Сил на Творчество Почти Не осталось Есть Видео Фотографии В другом Творчестве Лариста Канале Могу Сказать Так Тренд Который Никогда Не угаснет Это Показывать Людей Самого Себя И Свой Мир Почему Потому Что Люди Заверяют Людям Компании Топовые Производители Которые Будут Главенствовать В ближайшие Сто лет Будут Работать Только Через Людей Будут Это Блогеры Будут Это Виртуальные Какие-то Персонажи Только Через Них Никакая Реклама Обычном Виде Уже Не Работает Она Работает Только На Плинтус Уровне Когда Вам Вдалбливается Иди Купи Но Если Вы Хоть Что-то Соображаете Если Вы Хотите Что-то Там Где Деньги Там Все Серьезно Это Все Через Людей Если Вы Посмотрите По Автомобилям Что Раньше Было С Рекламой Автомобилей Посмотрите Где Сейчас Откуда Приходят Покупатели Автомобили Это Все Практически Топовые Глоберы По Фотографии То же Самое Компания Сигма Это Первым Поняла И Когда Она Начала Интегрироваться С С С Амбассадорами Продвигать Обратную Связь Компания Лейка Тоже Практически Все Компании Сейчас На этот Механизм Переходят Поэтому Если Вы Что-то Делаете Умеете Руками Строительство К вам Сами Побегут Люди Если Вы Только Найдете Свой Новый Способ Истории Если Вы Придумаете Эту Историю Хорошо Если Вы Будете Постоянно Что-то Экспериментировать Еще Лучше Очень Надеюсь На создание Фотоканала Будущим Я Давно Готов А я Не Стал Заморачиваться У меня Тоже Блин Ты Уже Четыре Раза Поменял Название Канал Ну Чего Я Экспериментирую Я Не Удаляю Канал Я Не Создаю Новое Я Просто Меняю Название Даже Меня Описание Много Чего Поменял Но Он Женит Заглох Если Бы Все Помер Лада Не Поэтому Если Она Видит Что Что Интересно Людям Она Поперет Только Основными Двумя Компонентами Это Время Сколько Люди Смотрят И Насколько Это Нажимается И Сколько Это Смотрит Все Все Остальное Это Надуманные Вещи Но Если Вы Эти Две Вещи Сможете Реализовать Так Чтобы Процент Большой У меня Знаешь Что Маленький Процент Я могу Сейчас Завершить Раньше Это Было Бо Плохо Но Появился Новый Инструмент Сейчас Я уже Говорю Все Что Вы Записываете Говорите Оно Индексируется И Автоматически Разбивается На эпизоды Если Галочку Поставить Поэтому Если Человек Будет Искать Например Как Найти Фавиона Сидящим На Тупе Эта Если Такой Запрос Где-то Будет Или Похожий На Любых Языках То Ваш Ролик Где Я Вот Это Сказал Будет Показан Человек Понимаете О чем Говорят Вы Можете Вести Канал Про Строительство Но Сказать Что У вас Там 25 Лет Назад Утонул Тапок Компании Крок Крок С Там Который Еще Не Создан А Вы Вызовели И Вот Через Там 15 Лет Или Сколько Это Будет Кому Интересно Или Сейчас Будет Интересно Я смотрю Статистики Когда изучаю Особенно Когда я Стал Сделать Субтитры На разных Языках Потом Если Интересно Я обычно Запишу Отдельный Ролик Как я Был Шокирован Какие Запросы Вбивали Люди Чтобы Получить Этот Ролик И Это Абсолютно Революционная Штука Абсолютно Потому Что Никогда Не Знаешь Что Закатит Люди Про Плоскую Землю Помните Я Рассказывал Про Этот ролик Который Начал Поднимать Монканал Но На Хайпе Я Не Планировал Хайп Делать Я Эту Тему Не Хотел Развивать Я Просто Сделал Застав Красивую С Самолет И Про Плоскую Землю Название Но Не Земля Плоская Что Плоская Геометр И Он Начал Подниматься Я Кучу Хейта Все Писали Гадости Я Не Мог Остановить Это Не Моя Тематика Плоская Земля Я Наоборот Пытался Сказать Что Дебил Говорит Про Плоскую Землю Но Система Это Ей Безразец Ты Вызываешь Людей Идиотами Не В прямом Смысле А имеешь Ввиду То Что Эта Теория Плох А Для Кого Это Заходит Например Кто До Сих Пор Считает Что Так Может Быть И Я Где -то В своем Другом Мире Живу Плоской Земле Подключены Куда Но Я Об Этому Сказал И Система Увела Что Смотрит И Начал Поднимать Это Такой Поэтому Когда Вы Что То Делаете Думайте Причем Делайте Как Говорится Обобуду Фотографии Ну Фотограф Это Человек Которого Есть Телефон Сейчас Поэтому Тема Фотографии Я Говорил Год Еще Назад Что Она Быстро Очень Угаснет Потому Что Вот Эти Система Которая Генерирует Скарт Я Об Говорил Помните Сколько Год Назад Вот Она Устройство Уже Вышло Сейчас Мне Кто-то Писал Кто-то Звонил Говорил Что Вот Ты Видел Я Блин Оно Это Устройство На самом Деле Не Нужно Потому Что В Любом Телефоне Это Уже Работает В Привязано Даже К Вай-фая Вам Не Нужно Иметь Даже В Соту Вы Можете Локализованы Быть Просто По Наличию Этого Устройства В Груках Или Где-то Рядом Поэтому Вот Вам Целое Новое Направление Абсолютно Заполняться Будет Вчерашняя Презентация Этих Виженов Я Говорил Про Вижен Еще Помните Несколько Месяцев Назад Проект Есть Уже Ценник Примерно Был Говорил К Чему Это Приведет Но Тогда Не Думали Что Они Сделают Еще Одно Рудный Дисплей Который Вам Глаза И Человек С Провода Сидящим Могу Сказать Так Вот Пустая Ниша Это Люди Которые Будут Учить Заново Людей Ходить Вам Бо Кажется Бредом Но Я Вас Уверяю Как Человек Который Играл Как Это Время Даже В 90 Годах Компьютерные И Потом Гулевых Как Человек Который Знает Что Длительное Нахождение С Электронными Устройствами Как Меняется Спяти Человек Когда Меняется Способ Фокусировки Глаз Отсутствие Движения Мышц После Этого Люди Поеется Очень Много Миллионов Людей Которых Придется Заново Учить Ходить У меня Виртуальную Реальность Ну Напомните Про Метаверс Про Метаверс Я там Все Расписал У меня Там Сознана Комната Я там Галереи Выставлял Ходил Там Без Всяких Очков Но Я уже Проведя Какое-то Время Понял К чему Это Виде То есть Люди Которые Там Часами Сидят Там Будут Часами Люди Сидят Они Уже Там Сидят В Камбодже Там Обсуждайте Учите Людей Заново Ходить С Хурионычем По лесу Или по городу Так что Таких ниш На самом деле Очень много Поэтому Обуви Все не ограничивается И просто Совместные Какие-то Вечи Направления Вы можете Найти Там Вот Фоторэп Будем Читать стихи Ходить Фотографировать Кто-то Делает Нет Хурионыч Что-то Делает У меня даже Стихи Уже написано Рифмоплет Скажет Хурионыч Нет У меня Просто Мысль Была Такая Что Фотография Это Процесс Процесс Не надо Обучаться Ему Нужно Почувствовать Для того Чтобы Почувствовать Нужно Прийти В это Состояние Нужны Некие Практики Мне Это Нравится Поскольку Я Через Это Прошел Я могу Рассказать Как Это В моем Варианте Может Происходить Дает Ли Это Результат Понятно Что Нужны Эксперименты Я С массой Людей Увидел Что Это Работает Поэтому Мне Интересно Кому Тоже Интересно Кто Присоединяется Кто Присоединяется Через Интернет Считает Что Через Дисплей Это Можно Передать Спешу Вас Разуверить Нельзя Так же Как Ван Гога Надо Смотреть Живую Так Шорты На Тему Еды Рецептов Востребованы Эзотерика Всем До Фени Эзотерика Ну Давайте Эзотерику Не будем Если Эзотерика Шорты На Тему Еды Ну Шорты На Шорты Да Нет Рецепты Уже Все Прошло Сейчас Люди Смотрят Как Люди В принципе Даже Два Года Назад Тема Мукбанка Как Люди Жрут На Камеру Была В теме Сейчас Это Уже Не Очень Ну Есть Конечно Шедевры Кореянка Которую Я Смотрел Несколько Месяц Мне Нравилось Уплетает За 20 Человек Она Выросла В принципе У нее Подтянулись Бренды И Не только Гостиничные Вещи Всякие Путешественники Здесь Вы просто Понимаете К чему Это Идет Но Вы Прогнозировать Этого Не можете Потому Что Алгоритмы Ютуба Хоть Они Все Понятны Как Они Работают Имеется Ввиду Примерный Механизм Но Куда Они Приведут Непонятно Вот Конференции Которые Сейчас Проводились И в Америке И в Европе По поводу Список Вчера Получил Тоже Виктору Спасибо Подписоты Людей Известных Ученых Которые Высказали Мнение Что это Опаснее Чем Ядер Вайнер Этот Список Очень Внушительный И Увольнение Того же Самого Заместителя Гугла Его Интервью Человек Серьезный 75 лет Он этим Занимался И он Тоже Сказал Что Там Все Очень Печально И непонятно Поэтому Все Может Прекратиться Очень быстро Не то Что Там Как я Говорю Идите Снимайте Есть канал Пока Лес Не вырубили Или пока Город Не закрасили Краской Или Там Еще Что А Просто Даже Вы Можете Не снимать Ничего Но Вы Просто Захотите Потом Приехать Что Здесь Увидеть Отложив Там На Пароль Это Потом Приедете Скажут А где Я вам Скажу Ребята Это Снесли Нет Или Закрасили Или Теперь Это Огорожено Пластиковыми Заборами Чуть Вот Даже Деревья Потрогать Не Сможете Там Забор Так Что Вот Вы Можете Дальше Тянуть Это Все Делать Но Как Показывает Опыт Дальше Еще Все Хуже Имеется Ввиду С Возможностью Развития Быстрого А может Наоборот Может Вы Делайте Паузу Отдохнете Где Нить В Индии Годик Поживете Придете С новыми Идеями Ну А для Кого То Будет Достаточно Бутинки Плоская Земля Рептилоиды В медиапространстве Рецепт Подвижения Ну Примеров Много Одно Дело Испик Другое Дело Там Час Вот Помните У меня Было Я Говорил У нас Требя Человек Который Занимается Тоже Альтернативной Историей Они даже Погласили Меня В группе Я был У них Посидел Посмотрел Сейчас У них Экскурсии То есть Они Все Превертились В то Что Они Дают Экскурсии Делают Экскурсии То есть Просто Так Интересно Рассказывать Никому За бесплатно Нет Нужды Никакой Потому Что Если Ты Тратишь Все Своё Время То Извините А откуда Как жить Вообще Поэтому Да Они Превратились В экскурсии То есть Они Теперь Делают Экскурсии Интересные Здоровские Ну Ну В результате Это Все Преверло Какую-то Форму Рано Или поздно Все Превлетает Какую-то Форму Потому Что Физически У нас Есть Один Только Ресурс Только Время Больше Ничего Все Остальные Ресурсы Все Остальные Меры Исчисления Они Привязаны Только К этому Ну А поскольку Время Привязано Вы знаете К энергии Частоти Вибрации Это Неотъемлемая Часть Этого Всего Все Это Завязано Вот Вам Эзотерика Какая Так что Вот По поводу Рептилоидов Ну Надо Поснимать Рептилии Если вам Надо Интересно Можно Рептилии Поснимать Их Много Я Кстати На крите Один Раз Два Дня Видел Черепах Близко Один Он Меня Задел Даже Снимал На камеру Блин Потом Не смог Это Все Восстановить Со Своей Соньки В чем Она Была Буквально С метром Два Дня Ее Кормили Как Я Читал Что Кормили На самом деле Она Не Ест Это Говно Которые Едят Люди Она Просто Была Интересно Она Проплывала Каждый День Каждый Утром Шесть Утро Приходили Рептилии Вообще Загадочные Вещи Загадочные Существа Гонка За Трендами Это Как Грустно Нет Это Абсолютный Тупик Здесь Можете Посмотреть Мистера Биста Ролики Недавно Выложил Вообще С чего Все Начиналось И как Он Интересно Видел Он Просто Увидел Механизм Основной Принцип Который Он Увидел Механизм Как Можно Расти Геометрические Каналы Не Просто Гнаться За Трендами Или Того же Самого Нашего Известного Самого Первого Блогера Помните За 50 Доллар Рассарфовали За езду На велосипеде Кейси Нейстар Это Же История Бомбическая Просто То есть Он Ехал Правильно По Правилам По Всем По Дорожке Для Велосипедистов Там Огородили Все Ему Пришлось Выехать С С Сняли 50 Баксов И Он Записал Этот Ролик Что Он Едет Только Никуда Не Сворачивал Там Ставили Машину Через Машины Переезжал Падал Там Сбивал Там Что-то Ломал Он Решил Делать По Правилам Этот Ролик Стал Вырисоваться Потому Что Во-первых На Телевидение Сразу Попал Потому Что Тогда Такие События Это Событие Города Это Кстати Один Из способов Как продвинуть Канал Попасть В Какое-то Событие Которое Вашем Городе Есть И Что-то Новое Записать Ваши Материалы Могут Взять Эти Северенчики Если Кто Людей Кто Смотрит Телевизор Это Один Из Механизмов Второе Это То Что Люди Треагируют Что Ну Как В результате Ему Конечно Вернули Эти Деньги Все Извинились Но Это Был Все Орал С Рыб Вы Не Подозревайте Даже Откуда Может Пройти Неизвестность Именно В том Каком Направлении Вы будете Двигаться Если Вы Выбираете Путь Человека Который Проживает Жизнь Двойной Как Говорится Или Вещает Говорит Многие Как Образователи Хотят Все Закрутить Гайки Нет Это Не Образование Друзья Образование Нечто Другое Это Поток Информации Дополнительно Мы Живем В Информационном Мире И Все События Происходят Только В этом Пространстве Теперь Все Остальное Это Производная Информационного Мира Раньше Было Как-то Наоборот Грустно Это Или Нет Не Знаю Посмотрим Посмотрим Что Дальше Будет Может Я Сейчас Посмотрит Ролик Скажет Блин Нифига Себе Зафига Мы Сняли Показать Надо Заново И Выпустить Показала Мы Забыли Что Такое Дело Актуально Сейчас По поводу Трендов Вообще Абсолютно Пустота Потому Что Тренды Они Уходят Они Могут Дневные Быть Недельные Месячные И Тренды Это Какой Ну Вот Себя Могу Скать Что Есть Блогеры Которые Канал Что-то Затихает Они Пытаются За счет Хайпа За счет Трендов Что-то Схватить Да Делая Я сам Тоже Какие-то Вещи Делал Посмотреть Как Работать Как Работать Система Система На самом Деле Уже Научилась Отличать Все То Что Искренне Идет То Ложного То Что Идет Действительно Правдивое Ложного То Что Идет Искренне И Напыщенное То Что Идет В Какой То Ну Просто Более Высокую Цену Имеет В Глаза Зрителя Чем Чем-то Наполненное Это связано Пелочью С восприятием Конечно Потому что Ну Скажите Вы смотрели Как Часто Вы смотрите На какие-то Технические Параметры Пусть Даже Не техники Ну Вот Например Мы Солепроверка Начали Смотреть Ну Вот Здесь Все Написано Все Написано Кстати Коробка От Чего От Офрода Юкатан Эм Сандал Ну Теперь Так Это Называется Это Женские А Нет Это Мои Видите Как Раньше Они Назывались Просто Офроды А Теперь Называется Эхо Юкатан Эм Сандаль Модель Офрод Ну Юкатан Эм Сандал Юкатан Причем Тут Пол Остров Юкатан Вы Помните Где Он Находится Хотя Б Этот Юкатан Юкатан Какой То Поэтому Если Человек Даже Технические Параметры Не Может Найти В Интернете Его Не Просто Забанили В Гугле Его Забанили В Азбуке Он Даже Это Не Могут Сделать То Конечно Понятно Что Единственное Что Он Может Принять Это Человека Который В очках Разговаривает Он Находит Информацию Отсюда И Возникает Некие Феномены Уверований В Различных Блогеров Или Какие-то Теории Которые Можем Вместе С Вами Просто Построить Новую Теорию Подтвердить И Дальше Изучив Спрос На Это Превратить Ее В Материальность Вот Как Это Работает Она Всю Жить Так Работает Что У 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 Прибалдела Да Конечно Прибалдела Скоро У У Надо Пытается Эзотерические Как И Вычленить Просто Не Нравится То Что Я Начала У 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 Работает Мотив Или У У У У У У У У кстати итальянские очки это не китай покупалась в 90-х годах когда еще такое понятие как автомобили стачки не было компания missori металлические очки с очень хитрым просветление многослойным и она не просто многослойная но еще какой-то явно что-то имеет отношение к хорошим линзам помните лантановые линзы радиоактивные желтые на самом деле меня спасли много раз потому что когда ночью садится зрение и светит фарами вот эти штуки они круто помогают плюс в них реально иногда лучше видишь поэтому фильтры для глаз для для любого человека и кстати они не розовый футболка экологичную футболку вот такой синема стрим на разные темы кстати если понравилась эта тема или какие-то темы связаны с сторонними от фотографии там сейчас в новой версии если вы смотрите планшета у вас там внизу такое сердечко это можно выбрать сердечки изумленные глаза вы можете что-нибудь нажать чтобы я видел потому что к сожалению пока еще не работают другие механизмы обратной связи только вашу текст я вижу я не слышу вас ну в отличие например от сестры будут делать телеграме там с комнатой для других системах но youtube к этому направлению идет и я думаю что это все вопросы только времени канал скоро превратится в все каналы превратятся в стримовый канал то есть это может быть для вас покажется дичьи но я об этом говорил несколько лет назад все идет к тому это все постели что запись там потом монтаж никому этот монтаж уже не люди смотрят в живую больше живых живых записей даже если хорошие нарезки без без серьезного монтажа они заходят гораздо лучше более того google сейчас поддерживает отсутствие от этих глубоких монтаж исключение составляет творческий монтаж киноиндустрии голливуда вчера вышел ролик или сегодня он вышел через минуту я уже комментарий написал один из самых топовых фото блогеров мировых петер макинон если вы смотрели его ролики он ушел в он начинал киноиндустрии он начинал с фотографии и вот сейчас у него прошло вот этот период у него 6 миллионов почти подписчиков он сейчас летел в по моему то ли в ирландии короче туда и у него просто ролик нарезка в старом стиле аналоговые камеры посмотрите обязательно он небольшой это просто вот этот аналоговая старая запись сделано с голливудскими выходами такой дергающийся частотой 15 фантастического качества собран ролик просто невероятно там практически никакого закадрового ничего нет просто такая нарезка это часто очень круто заходит и почему потому что четкие границы высокое разрешение луты там гаму ты логи там 16 битные все что люди погрязливать 18 18 8 к 16 к все это не туда вообще она ничего не даст абсолютно развитию абсолютно ничего это просто зеро поэтому только интерес только действительно что-то информация полезно или просто кайфово развлекал приходится выбирать всегда или весело развлекать или давать какую-то ну я думаю что все дело в срединном пути этого нет гармонично такое сочетание где есть доли юмора информации полезной полезной информации не просто какой-то надуманный пошел там нашел деревянный домиком желтый начал снимать со всех сторон в разных разрешении тестировать на мирах кто это будет смотреть никому-то нафиг не надо фракталы вычленяется да нити работает час очки сниму опять пропадет нет не попал пока что будем делать когда youtube закроет может пора соломинку подложить поговаривают что вы к его замену я отвечу словами этого профессора преображенского не читайте советских газет или каких-то говорит что youtube закроет то же самое сказать что солнце закроет как его могут закрыть объяснить это знаете что напоминает ну можно принципе теоретически можно закрыть для этого нужно что сделать нужно отключить все питающие станции по всему миру электрический станции я задергался если отключить все электричество везде то youtube все равно будет доступен с автономных систем да смешно конечно не она можно конечно оперировать фантастическими фильмы книгами до тридцатых годов или например великий китайский как он там называется запор или по другому по компьютерному языку fireball в к навыка кстати я был выкая был когда он начинался потом он превратился я не интересен стал для меня это было много много лет назад года два назад я опять его открыл и после этого мой телефон превратился в спам помойку более того превратился в спам помойку мой планшет компьютер и все превратилось в спам помойку поэтому я я против систем которые не работают если система работает плохо система разбирается или меняется детали запчасти если запчасти не менять система может улучшить свои возможности да но она не перейдет на другую для того чтобы перейти на другой нужно собрать новую систему как говорю человек который собирает систему что перевести систему на другой уровень нужно собрать новую систему модификация системы не улучшается она создается с нуля заново вот все что я могу сказать по поводу закрытий всех но как говорится если что-то закрывается то тогда сразу что-то открывается так что всегда что-то найдется открываться телеграм заходите телеграм там все работает так мы сегодня у нас два часа два часа давайте прекратим это безобразие над эко и фавиона чем пора и меру знать как говорится всем благодарен кто присутствовал напишите в комментариях под видео чат останется под видео что вы считаете про эко может вы считаете что это говно действительно нужно купить староход белорусский хотя у меня есть староход белорусский или купить такого соломоны какие там ты же 50 еще что-то и ходить в них летом до того как машина приедет за тобой напишите ваш опыт обуви вообще что вы считаете для лета и вообще для путешественника самое главное в обуви вот такую черту подведем и что важно вообще в обуви для человека который ходит на ногах можно так сказать у тебя нет обуви на обувь фавиона что надо собрать так что друзья призываю вас зайдите надо начинали закиньте на обувь фавиона чем моему сошьем у меня благознакомые есть разных материалов но на этой оптимистической ноте закрывают три друзья всем спасибо всем удачи и хороших рабочих и выходных дней пока диафрагму закрываю плавно пока